Глава 4. Методики работы с собственным сознанием. Введение. Методики работы с собственным сознанием можно подразделить на две большие группы. В зависимости от задач оздоровительного процесса, вы можете использовать их. Первая группа методик направлена на очищение полевой формы жизни от раковин, искажений. Вторая группа методик направлена на ее укрепление. Методики направлены на очищение полевой формы жизни. К методикам этого направления следует отнести трансцендентальную медитацию, ребёфинг, холотропную терапию, дианетику. Трансцендентальная медитация. Трансцендентальная медитация открывает наше сознание для объединения с бесконечным океаном энергии, творчества и интеллекта, которые находятся в глубине нашего существа. Это единое поле всех законов, чистое сознание, которое движет эволюции. Вызывая к жизни этот уровень существования, трансцендентальная медитация является простейшей процедурой, которая может улучшить жизнь любого человека и любого общества, поднять ее на высочайший уровень, то есть общество, в котором отличное здоровье, счастье и быстрый прогресс являются естественными чертами жизни. Махариши Махеши Йоги. Медитация это такое состояние ума, при котором он становится свободным от мыслей, связанных с чувственными объектами и удовольствиями, получаемыми от них. Трансцендентальная медитация означает выход за пределы собственных умственных рамок, которые образуются в результате функционирования обыденного сознания и слияния с космическим сознанием. Посмотрите еще раз главу первого. Причина лежащая в образовании полевой формы жизни человека. Ввиду того, что энергетический потенциал первичного сознания меньше, чем у окружающего его космического, то такое слияние означает подзарядку первичного сознания, укрепление его структур в виде квантового поля. Омственный мусор в виде невыведенных наружу мыслей, отрицательных эмоций, страха, гнева, жадности и тому подобное в полевой форме жизни человека образуют раковины и искажения, которые приводят к стойким хроническим заболеваниям. Таким образом можно очистить собственную полевую форму жизни от подобной грязи. Прежде всего, необходимо добраться до первичного сознания, которое порождает семена мыслей, желаний и тому подобное. Но на этом не останавливаться, а углубляться все дальше, пока все семена мыслей и желаний не останутся позади. Этот рубеж означает, что первичное сознание преодолело кувающие его рамки, оно теперь свободно. Безмолвие в первичном сознании – главное условие для восстановления правильных структур полевой формы жизни. И как только это происходит, первичное сознание начинает восстанавливать полевую форму жизни. Умственный мусор начинает вытесняться из объема полевой формы жизни и выходить наружу. Внешне этот процесс сопровождается небольшими судорогами и подергиваниями в различных частях тела. Техника трансцендентальной медитации проста. Сядьте спокойно на стул с закрытыми глазами и начните повторять специальное слово мантра. Мантра – защита. На курсах трансцендентальной медитации учителя дают индивидуально, в строгом секрете, каждому свою мантру. Произнося простой звук мантры про себя, вы невольно сосредотачиваетесь на нем. От постоянного, ритмичного, примерно 1 раз в 5-10 секунд повторения у вас происходит утомление соответствующих структур мозга, что приводит к всеобщему торможению. Ваше тело расслабляется, дыхание замедляется, обыденное сознание отключается и вы постепенно погружаетесь в первичное сознание. Этот процесс ощущается, как постепенное исчезновение мыслей и проваливание в нечто, но это не сон. Спать не надо. В таком состоянии уже не надо произносить мантру. Но как только станут всплывать какие-нибудь мысли, процесс умственного произношения, как голос разума, необходимо возобновить. Вот так вы плаваете в первичном сознании, подзаряжаясь от космического сознания и заодно очищаясь от умственного мусора. Выше описанная особенность погружения с помощью произносимого звука, сосредоточения и утомления говорит об одном феномене. Звук должен быть коротким и не вызывать никаких ассоциаций. Поэтому вы можете самостоятельно подобрать для себя простой и ничего не значащий для вас звук и, повторяя его про себя, слушать, как он звучит внутри вас. Например, АУМ. Универсальный первичный звук. Вначале все это было лишь сознанием. Оно оглянулось вокруг себя и произнесло АУМ. Я есть. Или другой звук. Например, ХИМ, РИМ, ЙИМ и так далее. Для того, чтобы звук мантры звучал внутри вас, он должен оканчиваться на гласную или звонкую согласную букву. Если обратиться к опыту древних медитативных техник, то имеется предостаточно примеров такого подхода к погружению в первичное сознание. А практика показала, что многие люди забывали мантру, даваемую учителями Аюрведы Махариши, и во время медитации повторяли похожий на нее звук. И тем не менее у них все получалось. Медитировать подобным образом лучше два раза в день в одно и то же время. По 20 минут за раз утром и вечером. Обстановка должна быть спокойной. Шум будет вас отвлекать. После медитации посидите несколько минут спокойно, а затем приступайте к своим делам. Результаты не замедлят сказаться. Исчезнут страхи. Появится бодрость в теле. Уверенность в себе и многие другие. Приятные преобразования. Но при этом необходимо помнить, что для того, чтобы успехи в медитации были стабильными и быстрыми, Аюрведы Махариши рекомендуют пройти очистительный курс физического тела, панчакарма. Очистительные процедуры, описанные мной в первом томе целительных сил, наиболее лучшие и приемлемые для нас. Поэтому применяйте их и успех вам обеспечен. Для того, чтобы появились разительные результаты, вам потребуется около трех лет регулярной медитативной практики. За это время ваш ум станет холодным, чистым и сильным. Ребёфинг. Ребёфинг был разработан в начале 70-х годов Леонардо Ором и представляет собой метод самопомощи, восстанавливая естественную связь между полевой формой жизни и физическим телом. Эта связь, по мнению авторов, нарушается, когда человек делает что-то неправильно, либо по принуждению. Люди при этом испытывают неприятное эмоциональное ощущение в теле, но при этом сознательно продолжают начатое дело, подавляя эти эмоции. В результате подавления неприятные ощущения в теле откладываются, как хронические напряжения, вызывая какой-то физический недух. Вот как это описывают Джим Леонард и Фил Лаут в своей книге Ребёфинг. Одна из моделей для описания подавления использует связь между физическим телом и духовным телом. Духовное тело в этой модели – это тело, которое имеется у вас во время сна. Оно включает в себя ваш разум, ощущение идентичности или самого себя и всю вашу сознательную осведомленность. Во время сна вы не ощущаете свое физическое тело, потому что в это время ваше духовное тело не находится в физическом теле. Когда вы просыпаетесь, то ощущаете свое физическое тело именно в той степени, какое духовное тело находится в контакте с нами. Подавление с этой точки зрения означает длительное устранение духовного тела из сферы физического тела. В рамках этой модели ваше духовное тело – это то, что дает жизнь и организацию группе молекул и координирует их совместную работу в искусственно сделанной форме, которую мы называем физическим телом. Изъятие духовного тела из физического вследствие подавления приводит к блокировке жизненной, организующей энергии в этой части физического тела. Молекулы становятся менее организованными, создаются условия, которые известны как старение болезней. Области блокировки энергии неизбежно воздействуют на другие части тела таким образом, что человек начинает действовать неправильно. Это приводит затем к еще большему подавлению, больше блокирует энергию и так далее. Другими словами, это тот же умственный и эмоциональный мусор, вызывающий раковины и искажение в полевой форме жизни, от которого необходимо избавиться. Для избавления от умственного мусора авторы ребёфинга применили несколько взаимоусиливающих друг друга принципов, основанных на особенностях функционирования человеческого организма. В свою очередь автор, осваивая классический ребёфинг и объясняя для себя его механизмы действия, натолкнулся на массу неописанных целительных механизмов воздействия ребёфинга на физическое тело. К тому же, владея беретмологией и знанием механизмов воздействия ребёфинга на физическое тело, мне стало ясным, как все это соединить вместе для лечения болезней, связанных с акупунктурными каналами. Исходя из этого, я решил дополнить классическую схему ребёфинга собственными наработками для увеличения эффективности. Таким образом, ниже следующий материал является объединением классического ребёфинга с моими биоритмологическими рекомендациями и описанием механизмов воздействия на физическое тело. По желанию, вы можете воспользоваться ниже описанной методикой классического ребёфинга, либо модернизированной мной, которую я назвал дыханием счастья. Первый принцип экстаза. Суть этого принципа в том, что каждый человек постоянно находится в состоянии экстаза, чтобы при этом он не ощущал. Помните выдержку Ишкадха Упанишады. Первопричина Атман, Пуруша, создавшая человека, постоянно наслаждается своим творением, чтобы при этом не ощущал человек плохое или хорошее. Но тело и разум все ощущения подразделяют на полезные, приятные и вредные, неприятные. Вредные и неприятные ощущения вызывают в полевой форме жизни мусор, подавление. Положительные эмоции, экстаз наиболее сильная из них, влияет на гипоталамус, ведь он связан с формированием эмоций, в котором расположены структуры, регулирующие функции всех уровней вегетативно-нервной системы. Напомним, что вегетативная нервная система обеспечивает регуляцию желез внутренней секреции, щитовидной, поджелудочной, половых надпочечников и так далее, функции внутренних органов, сердца, печени, почек и так далее, кровеносных сосудов, слизистых оболочек, мышц и так далее. В этом заключается оздоровительное действие экстаза на физическое тело. Второй принцип – интеграция. Суть этого принципа – преобразовать подавление в прославление. Для того, чтобы это сделать, необходимо вспомнить, что раньше было сделано неправильно и вызывало у вас неприятные ощущения, и это ощущение пережить по-новому. Не как раньше негативно, а позитивно, радуясь и прославляя его. Другими словами, вы должны негативно пережить заново, восхищаясь и боготворя его. Для того, чтобы осуществить это на практике, имеется несколько методик. Быть благодарным. У каждого человека имеется чувство благодарности за существование, за бытие здесь, за возможность все ощущать. Но большинство людей ограничены в ощущениях благодарности и признают благодарность только за некоторые вещи. Но на самом деле, все, что вы делаете – это настоящий момент. Так будьте благодарны за каждую его деталь. Адекватное сравнение. Если сравнить бумажный стаканчик с прекрасным хрустальным бокалом, он покажется вам мусором. Но если его сравнить с самим собой, то он окажется нормальным средством, чтобы налить в него воду. Если ваши руки свела судорога, и вы сравниваете ее с обычными ощущениями в руках, то судорога окажется болезненной и неприятной вещью. Но если судорогу сравнить с ее самой, то она будет казаться сладостным ощущением энергии в руках. То же самое можно сказать и о боли. Не сравнивайте ее с самим собой, а наслаждайтесь ощущением интенсивного проявления энергии. Признание пользы. Осознание того, что происходит с вами во время сеанса ребюфинга, вызывает ощущение благодарности и изумления. Ощущения, возникающие в вашем теле, должны вызывать в вас интерес и очарование энергетическими переливами. В некоторых случаях этого вполне достаточно для интеграции. Любовь ко всему и восторжение всем. Любите каждый момент своей жизни. Если вы любите все, что существует, просто потому что это существует, тогда вы будете интегрировать все. Восторгайтесь каждой мелочью и вы будете быстро интегрировать. Прогонять что-то означает прекращать интеграцию. В результате интеграции вы освободитесь от подавления и будете чисты от мусора, а значит более здоровы и энергичны. Прославление жизни во всех случаях вызывает подъем тонуса физического тела, а хохот – признак успешной интеграции. Третий принцип – циркулярное дыхание. Это дыхание в ребёфинге используется для того, чтобы обеспечить доступ к раковинам и искажениям в полевой форме жизни человека. Это дыхание подразумевает любой вид дыхания, который отвечает следующим критериям. Первое. Вдох и выдох связаны между собой так, что в дыхании нет паузы. Второе. Выдох самопроизволен, без напряжения, естественно, следующий – за вдохом. Третье. Вдох и выдох необходимо делать через нос. В отдельных случаях допускается дыхание через рот. В результате циркуляторного дыхания происходит нагнетание энергии, полевую форму жизни и усиление её циркуляции. Человек, дышащий таким образом, чувствует поток энергии, чувствует, где она блокирована, там возникает боль и распирание, где имеется раковина или искажение. Чувство блокировки, как правило, ассоциируется с каким-либо неприятным переживанием, подавлением, которое вы обязаны интегрировать в радость. Если вы это сделаете, то избавитесь от блокировки полевой формы жизни и спуститесь на более глубинный уровень. Вот так, слой за слоем, вы будете очищать и оздоравливать полевую форму жизни. При таком способе дыхания, активный вдох, пассивный выдох активизируется симпатический отдел вегетативной нервной системы, который усиливает обменные процессы в организме, повышает содержание красных кровяных телец, сахара и гормонов крови, останавливает развитие воспалительных процессов и аллергических реакций, потому что картикоиды надпочечников обладают мощным противовоспалительным действием, поднимает артериальное давление, расширяет бронхи. Другими словами, подобный способ дыхания активизирует организм на самоисцеление и укрепление. Во время длительных циклических упражнений, а циркуляторное дыхание относится к ним, то есть уберите двигательный компонент в беге, и у вас останется одно циркулярное дыхание. За счет постоянного волевого усилия по поддержанию должной интенсивности вышеописанного дыхания в организме человека начинается выработка естественных опиатов, эндорфинов. Поступая все в большем и большем количестве, они самостоятельно вызывают и поддерживают состояние экстаза и эйфории. Эндорфины, вызывая астенические эмоции, дополнительно активизируют симпатический отдел вегетативной нервной системы, возбуждая защитные силы организма и обеспечивая его энергией. Существуют различные виды циркуляторного дыхания, которые по-разному меняют интенсивность и форму потока, циркулирующей в полевой форме жизни энергии. Это в свою очередь приводит к активизации тех или иных подавлений, то есть мусора, который имеется. Поэтому различные виды циркуляторного дыхания приносят специфические эффекты. Дыхание можно менять по следующим параметрам. Увеличивать или уменьшать объем вдоха, варьировать скоростью вдоха, вдыхать воздух в нижнюю, среднюю или верхнюю часть легких, дышать носом или ртом. Сразу предупреждаю, дыхание через рот малоэффективно из-за малого усвоения праны, которые усваиваются в каналах носа, еда и пингалы. На практике в основном применяют три типа циркулярного дыхания. Полно и медленно большой объем воздуха дает возможность лучше выявить и осознать блокировку. А медленный темп облегчает сосредоточение на ней для интеграции. Быстрое и поверхностное дыхание является наилучшим, если выход мусора происходит напряженно. Поверхностное дыхание делает выход более легким, а скорость убыстряет протекание интеграции. Когда используется этот вид дыхания, важно сконцентрироваться на особенностях выходящего мусора. Быстрое и полное дыхание является наилучшим, если выходящий мусор вводит вас в состояние сонливости, то есть отделяет полевую форму жизни от физического тела. Большой объем воздуха помогает удерживаться полевой форме жизни в физическом теле. Скорость усиливает интеграцию. Нормальные дыхательные ритмы подразумевают, что выше описанные типы дыхания могут меняться в зависимости от ситуации, выхода мусора и т.д. Точно так же может меняться заполняемость легких верхняя или нижняя часть. Если вы почувствуете выход мусора из области головы или верхней части тела, то дыхание верхушками легких обеспечит процесс. Если выход начинается в ногах или нижней части тела, то дышите животом. Важно отметить следующее. Правильно, циркуляторное дыхание не вызывает гипервентиляции и не вымывает из организма углекислоты. Оно накачивает в вас энергией, руки, ноги, все тело начинают гудеть. Это важный признак того, что вы дышите правильно. Титания – это сокращение подергивания мышц во время выхода мусора из организма. Во время ребюфинга это наиболее часто возникает в руках и мышцах лица, особенно рта, а также в других частях тела, где имелся энергетический блок. Для того, чтобы уменьшить титанию, либо вообще избежать ее, необходимо не сосредотачиваться на ней, а наоборот расслабиться и интегрировать неприятное ощущение в экстаз. Освобождение дыхания. Нормальное циркуляторное дыхание активизирует умственный мусор, который всплывает в обыденном сознании в виде неприятного чувства. А неприятное чувство мы подавляем, это наша защита. Но эта защита в ребюфинге заключается в том, чтобы уменьшить поток энергии, вымывающий этот мусор, что приводит к сдерживанию дыхания. В результате подобное подавление создает различные комбинации задержки дыхания. Закупорка пазух носа, сжатие напряжения, спазм бронхов и многое другое. Для преодоления этого человеку необходимо сознательно продолжать циркуляторное дыхание, а неприятное чувство интегрировать в экстаз. Когда у вас получится подобная интеграция, то дыхание сразу станет свободней. Это и называется освобождение дыхания. Четвертый принцип – полное расслабление тела. Основная цель полного расслабления тела – это напомнить, что дыхание способствует росту потока энергии в организме. И вы можете либо расслабиться в ней и позволить ему исцелить себя, либо сковаться, что вызовет еще большее напряжение. Расслабление тела при ребёфинге наступает само собой в связи с тем, что вы утомляетесь от поддержания ритма дыхания. Утомление структур мозга, ответственных за поддержание дыхания, вызывает разлитое торможение в коре головного мозга, что приводит к расслаблению и погружению в своеобразное гипнотическое состояние. Но активный вдох стимулирует симпатический отдел вегетативной нервной системы и позволяет вам постоянно сохранять высокую концентрацию внимания, что особенно важно для полного расслабления мышц и сосредоточения на возникающих эмоциях, ощущениях с целью лучшего их интегрирования. Когда тело расслаблено, скованные области становятся более осознаваемы. Помните, область тела, которая не хочет расслабляться, напичкана подавленной энергией. В полном расслаблении значительно проще чувствовать ток энергии в полевой форме жизни. Непосредственно в самый момент интеграции расслабление помогает тем, что энергия, образованная подавлением, освобождается и, не сдерживаемая мышечным напряжением, свободно выходит из организма. Положение тела. Практикующим ребёфинг рекомендуется принять положение лёжа на спине. Ноги не скрещены. Ладони вверх. Но надо помнить, что полевая форма жизни представляет собой пространственное образование, в котором циркулирует энергия. Будет лучше вымывать из отдельных участков эмоциональный мусор и прочее подавление, когда форма её меняется, а энергетический поток за счёт этого возрастает. Например, когда люди интегрируют сильный страх или печаль, то им лучше свернуться к клубочкам. Важно знать следующее. Приняв удобное положение, больше не шевелитесь и не почёсывайтесь во время сеанса ребёфинга. Вместо движения или почёсывания у вас появляется возможность испытать ощущение желания это сделать. Это один из лучших способов быстро активировать энергию подавления и легко её проинтегрировать. Пятый принцип. Концентрация внимания. Во время сеанса ребёфинга необходимо концентрировать внимание на ощущениях, которые приходят к вашему вниманию от тела. Подавление, то есть эмоциональный мусор при своём вскрытии может вызывать любые ощущения. Это может быть локализованная боль, щекотание, кошачий вой на улице, воспоминания о чём-либо и тому подобное. Поэтому обращайте своё внимание на любое ощущение, возникающее в данный момент. Итак, когда у вас появились какие-либо ощущения, вы концентрируете своё внимание на них и исследуете каждую деталь, которую ощущаете. А затем начинаете интегрировать её в экстаз и прославление. Гипнотическое состояние, возникающее из-за утомления центра, поддерживающего необходимый уровень циркуляторного дыхания, позволяет лучше схватывать все детали активизированных подавлений. А постоянная активация симпатического отдела вегетативной нервной системы, опять-таки циркуляторным дыханием, позволяет постоянно сохранять высокую концентрацию внимания для полного расслабления мышц и сосредоточения на возникающих эмоциях, ощущениях и лучше их интегрировать. Как уже указывалось, подавления располагаются слоями. Каждый слой подавлений формируется в определённое время вашей жизни. Поэтому, когда подавленный слой энергии интегрируется, он обычно активизирует другой подавленный слой, лежащий под ним. В результате этого вы можете переходить от одних ощущений к другим, ведь слои подавлений образованы из различных зажатых эмоций и ощущений. Поймите главное, каждый раз, когда во время сеанса ребёфинга что-то начинает отвлекать внимание, это означает, что появляется подавленная энергия, которая обращает ваше внимание на себя с требованием концентрации на ней и ощущением её во всех деталях именно в данный момент. Некоторые люди бывают настолько подавленные, что просто не могут чувствовать. Они ощущают самих себя как мысли, плывущие через пространство к телу. Простейшим тестом для выявления такого человека является вопрос. Если вы разгневанный, как узнаёте о своём чувстве? Если человек отвечает пятиминутной речью, какие мысли он называет гневом, это подавленный человек. Разгневанный человек испытывает определённые ощущения в различных частях тела. Поэтому для подавленных людей больше подходят мокрые виды ребёфинга. Например, ребёфинг в тёплой воде. Шестой принцип – полное доверие к процессу ребёфинга. Сомнения – это тоже подавление, приводящее к образованию умственного мусора. Если вы будете сомневаться в ребёфинге, то у вас ничего не получится. Вся предыдущая теоретическая часть предназначена для того, чтобы рассеять ваши сомнения, вселить веру в успех в мощное безоговорочное оздоровление. Действуйте с непоколебимой верой в успех, полностью доверяйтесь процессу самоисцеления с помощью вышеописанных естественных механизмов, и у вас всё получится. Помните, ребёфинг только тогда действует эффективно, когда он приятен, и вы всецело доверяете ему. Методика проведения ребёфинга. Первое. Настраивайте себя на восхищение всего, что вы почувствуете. Второе. Все ощущения будете воспринимать как прекрасные, внутренне прославляя их. Третье. Принимайте расслабленное, удобное положение, лучше всего лёжа. Четвёртое. Начинайте выполнять циркуляторное дыхание легко, просто и саморегулируемо. Оно вам приятно. Пятое. Все, что всплывает в вашем сознании, что вы ощущаете и чувствуете в физическом теле, является для вас блаженством. Вы купаетесь в безграничном океане разнообразного блаженства, ощущая и переживая его в малейших деталях. Шестое. Все, что вы делаете, ведёт к интеграции, к очищению вашего существа от скверны. Седьмое. Заканчивайте сеанс ребюфинга только после того, как достаточное количество подавлений было активировано, вышло на поверхность и было проинтегрировано. В результате чего вы чувствуете себя великолепно, внутренне освобождённее и легче. Практические советы. Для того, чтобы освоить ребюфинг самостоятельно, начните практиковать его в течение 5 минут. Далее доведите постепенно до 30 минут. И только после того, как вы почувствуете, что у вас всё хорошо получается, проводите больше времени, выполняя условия пункта 7. В дальнейшем вы можете самостоятельно осваивать и другие разновидности ребюфинга в тёплой и холодной воде и тому подобное, с целью активации глубинных подавлений, возникших в раннем детстве и даже во внутриутробной жизни. Ввиду того, что у каждого человека эмоционального мусора и прочих подавлений имеется невероятно большое количество, потому что шлакоёмкость полевой формы жизни огромна, она во много раз больше, чем у физического тела, но и у неё имеется предел. Процесс очищения полевой формы жизни растягивается на несколько лет. Если регулярно практиковать сеансы ребюфинга через день по 1-2 часа, то достаточно года, а то и меньше. Зато благотворное влияние вышеуказанных механизмов оздоровления на физическом теле сказывается значительно быстрее. Вы убедитесь сами, что каждый правильно проведённый сеанс ребюфинга делает вас здоровее, а жизнь лучше. Дыхание и счастье. Всё, что относится к ребюфингу, справедливо и для дыхания и счастья. Но к нему необходимо дополнить восьмой пункт и биотмологическую раскладку. Восьмое. В конце сеанса циркуляторного дыхания, когда гул пойдёт по телу от накопленной энергии, вы можете самопроизвольно задержать дыхание и естественно погрузиться в глубины полевой формы жизни. Это вы будете ощущать как полузабытьё или провал. Далее дыхание будет очень тихим, а вы будете по-прежнему находиться в том же полузабытии или провале почти столько же времени, а то и больше, чем длилось само циркуляторное дыхание. Например, вы дышали 15 минут, кое-что проинтегрировали, а затем вошли в состояние провала и находитесь в нём 15-30 минут. Ценность вышеописанных состояний в том, что вы выходите за рамки обыденного сознания и сливаетесь с космическим сознанием. Ввиду того, что энергетический потенциал первичного сознания меньше, чем у окружающего его космического, то такое слияние оказывает подзарядку первичного сознания. Можете ввести в первичное сознание заранее заготовленную установку на оздоровление, ведь провал – это транс. Таким образом, в дыхании счастья вы совмещаете сильные стороны трансцендентальной медитации, ребёфинга и гипнотического транса. Биоритмологическая раскладка в течение суток позволяет вам целенаправленно воздействовать на акупунктурные каналы. В момент их энергетических приливов циркуляторное дыхание буквально накачивает организм человека энергии. В результате, в работающем в это время канале усиливается ток энергии в несколько раз, что способствует оздоровлению связанного с каналом органа. Биоритмологическая раскладка по сезонам года позволяет целенаправленно укреплять ослабленные органы. Совмещение биоритмов сезонов года, лунного цикла и суток позволяет проводить мощную целительную работу, выводить шлаки, дробить камни и даже интегрировать отрицательные эмоции, которые связаны с сезонной работой органов. Например, для того, чтобы с помощью дыхания счастья целенаправленно оздоровить слабую печень, а заодно проинтегрировать эмоции гнева и даже вывести камни, а для этого в период провала создайте мощный образ растворения камней, расширение желчных протоков, положите теплую грелку на область печени, Необходимо весной перед полнолунием в промежуток 23-3 часа ночи практиковать описанный метод. Холотропная терапия Термин холотропный происходит от греческих слов цельный и движущийся в направлении к и означает направленный на восстановление целостности или движение в направлении цельности. Станислав Гров на основании 30-летнего опыта изучения терапевтических возможностей измененных состояния сознания, получаемых с помощью наркотиков, психоделических средств и других нефармакологических воздействий, совместно с женой Кристиной разработал холотропную терапию. Значит, смотрите книгу «Исцеление без лекарств. Холотропная терапия. Санкт-Петербург. 1993 год». Она включает управляемое дыхание, провоцирующую музыку в сочетании с другими формами звукового воздействия, направленную на работу с телом, рисование мандал. Сеанс холотропной терапии проводится следующим образом. Человек принимает удобную позу, закрывает глаза и, концентрировав внимание на дыхании и физических ощущениях, начинает дышать несколько сильнее и чаще, чем нормально. Как и в ребёфинге, до сеанса человеку разъясняется, что он должен принимать любые переживания с полным доверием и без каких-либо оценок. Просто наблюдать переживания, регистрировать их и не удерживать, дать им уйти. Через некоторое время после начала сеанса, длительность подобного сеанса у каждого человека строго индивидуально, наружу начинают выплывать сильные эмоциональные переживания и появляется соответствующая им титания, то есть сокращение мышц. По мере продолжения дыхания, эмоциональное и физическое напряжение растут до момента самопроизвольного расслабления и умиротворения. Физическое напряжение наблюдается в местах расположения чакр и проявляется в форме опоясывающих давлений, болей в голове, глазах, сдавливании горла, сжатии челюсти, тесноты в груди, сдавливании живота и нижней части тела. Кроме этого, попутно возникает напряжение в руках и ногах, в кистях и ступнях, шее, плечах, пояснице, там где имеется напряжение. Воздействие дыхания можно дополнительно усиливать, используя специальную музыку. Различные варианты ритуальной музыки разных стран мира с целью большего и качественного изменения состояния сознания. Групповая практика также способствует более мощному воздействию в изменении сознания. Грофф подчеркивает, что в идеальном варианте активное дыхание само по себе активирует материал бессознательного. Под бессознательным понимаются кармические отложения непосредственно в первичном сознании и менее глубокие в полевой форме жизни, способствуют его высвобождению. Но если сеанс заканчивается, а остаточное напряжение и неприятные эмоции сохраняются, он рекомендует применять особую работу с телом. По мнению Гроффа, нуждающегося в помощи человека, необходимо побудить полностью подчиниться всем возникающим эмоциям, ощущениям и самопроизвольным движениям тела, издаваемые звуки, гримасы, позы, движения, при этом не анализировать происходящее. Это подчеркивает мое наблюдение, что эмоциональный мусор, сдержанный порывом к выполнению движения, неоформленная мысль остается в полевой форме жизни в виде энергетического следа, то есть раковины или завихрения. Дыхание активизирует весь этот материал на естественный выход из тела. В результате то, что вы думали сделать, но не сделали, выводится в виде движения. Хотели сказать, но не сказали, выводится в виде возрастов. Хотели выразить какую-то эмоцию, но подавили, выводится в виде гримасы или позы. Эта работа должна продолжаться до тех пор, пока все активированное дыхание не проявится в полной мере и не наступит полное расслабление тела. Методы, прокладывающие доступ к бессознательному, стремятся в первую очередь активизировать чувственные органы. Иначе с помощью чего мы можем ощущать, что имеется в полевой форме жизни? В результате и бессознательно стремится активизировать прежде всего чувственные органы. А мы уже знаем, что для того, чтобы осознать самое себя, полевая форма жизни должна произвести инструмент под названием обыденное сознание с его подразделениями на внешнее и внутреннее сознание. Внешнее сознание в доступе к бессознательному нам мешает, его надо отключить, а внутреннее сознание активировать. И поэтому для многих людей анализ глубинных слоев психики начинается с различных неспецифичных чувственных переживаний. Видят цветные геометрические фигуры, слышат звенящие и гудящие звуки, появляются различные ощущения в различных частях тела, вкусы, запахи и т.д. Очищение дыхания в невмокатарсис. Очень давно было известно, что с помощью дыхания, регулируемого различными способами, можно оказывать влияние на состояние сознания. Например, ессеи практиковали такую форму крещения, посвященного погружали под воду таким образом, что он практически как бы тонул и тем самым переживал смерть и последующее возрождение. Глубокие изменения в сознании можно вызывать изменением частоты дыхания, замедлением и комбинацией этих приемов. Особенно много подобных приемов в древнеиндийской науке о дыхании пранаями. Ритм дыхания также оказывает большое влияние на психику, чем пользовались в ритуальных методиках. Балийский гимн обезьян, эскиморская горловая музыка, суфийские песнопения. В результате экспериментов Грофф пришел к выводу, что учащение дыхания в сочетании с полной концентрацией на теле и осознанием внутреннего процесса наиболее эффективны. Помните, психологическое сопротивление и защита используют механизмы ограничения дыхания. Грофф описывает два способа выхода эмоционального мусора. Первый имеет форму катарсиса и отреагирования, которое заключается в подергивании, дрожании, покашливании, перехвате дыхания, рвотные позывы, вскрикивании и тому подобное, что означает усиление деятельности симпатического отдела вегетативной нервной системы. Второе заключается в том, что глубокие напряжения проявляются в виде длительных сокращений и затянувшихся спазмов. На поддержание такого мышечного напряжения организм затрачивает огромное количество собственной энергии и, освобождаясь от него, гораздо лучше работает. Типичный результат холотропного сеанса – глубокое эмоциональное освобождение и физическое расслабление. Целительный потенциал музыки Различные формы звукового воздействия использовались веками как мощное средство изменения сознания. Монотонная барабанная дробь и песнопение были основным инструментом шаманов в различных частях мира. Здесь используется утомление слухового анализатора и последующее за этим торможение в коре головного мозга, что вызывает гипнотическое состояние. Различные барабанные ритмы оказывают, согласно лабораторным данным, сильное влияние на мозговую деятельность. Во многих духовных традициях изощренно разработаны приемы звукового воздействия, вызывающие не только состояние транса, но и обладающие целенаправленным влиянием на его течение. Сюда прежде всего относятся тибетское многоголосовое пение, священное песнопение различных суфийских орденов, древнее искусство када-йоги, способа единения через звук. Давно известно о специфической связи между определенными звуковыми вибрациями и чакрами. Систематически используя это знание, можно оказывать влияние на состояние сознания в желаемом и предсказуемом направлении. Вот несколько примеров подобного использования музыки. Гроф указывает, что хорошая музыка обладает особой ценностью в необычных состояниях сознания. Она помогает обнаружить старые забытые эмоции и выразить их, усилить и углубить процесс, а также придать смысл переживаемому, делает его более значимым. Продолжительный музыкальный поток создает несущую волну, которая помогает человеку двигаться сквозь трудности переживаемого опыта, преодолевать психологическую защиту, смирять и освобождаться. Особым образом подобная музыка способствует активации скрытой агрессии, физической боли, сексуальным и чувственным ощущениям и тому подобное. Чтобы использовать музыку в качестве ускорителя активации эмоционального мусора, необходимо научиться по-новому слушать ее и относиться к ней. В холотропной терапии очень важно полностью подчиниться музыкальному потоку, позволить ему резонировать во всем теле и отвечать на него в самопроизвольной манере. Это означает дать волю всему, что возникает под действием музыки, крику, смеху, любым звукам, поднимающимся на поверхность, различным гримасам, верчению отдельными частями тела, вибрациями и изгибаниями всего тела и тому подобное. При этом вы не должны делать попытку угадать композитора, оценить исполнение и так далее. Другими словами, слушая музыку, уберите аналитический ум. Ваше дело позволить музыке самопроизвольно действовать на психику и тело. В этом случае музыка становится мощным инструментом воспроизведения и поддержания необычного состояния сознания. Комбинация музыки с дыханием приводит к взаимному обогащению приемов и способствует достижению воздействия удивительной силы. Что касается подбора музыки, то выбор очень широк. От классической, роковой до естественных звуков природы. Шум ветра, голоса волков, пение птиц, звуки насекомых и так далее. Отдавайте предпочтение музыке высокохудожественной, малоизвестной, не имеющей конкретного содержания. Если в ней имеются слова, то они должны быть на незнакомом вам языке. Подбор музыки осуществляется в зависимости от того, какой эмоциональный мусор вы хотите активировать и вывести. На основании своего опыта Грофф советует применять на первых сеансах музыкальные произведения «Время, ветер» и фрагменты из альбома «Х» немецкого композитора Клауса Шульца. Шакти Джона Маклафлинга, Остров мертвых Рахманинова и суфийские записи под названием «Исламское мистическое братство». Весьма эффективными для серединных сеансов холотропной терапии оказались произведения американского композитора Элона Аваниесса. Все люди – братья, таинственная гора и создал бог больших китов. Музыкальные отрывки из планет Хольста, Марс, поэмы экстаза Скрябина, весны священной Травинского, балета Ромео и Джульетта Прокопьева, Монтеки и Капулетти, склеп Ромео и Джульетты, среди этнических образцов балийский гимн обезьян и подлинные записи африканских там-тамов. На последних сеансах холотропной терапии, когда их участники успокаиваются, выбор музыкальных произведений смещается в стороны плавных медитативных отрывков. Гарольд в Италии, Гектора Берлиозе, Канан и Де Пачелбела, Возрождение кельтской арфы, Элона Стивила, Внутри Таджмахала, Внутри Великой пирамиды Пола Хорна, Габелены Бихсура, Чарльза Ллойда, Американскую суфийскую музыку Хабибия, музыку для флейты с Нагорей Ант Орубамба, Японскую Шаку Хачи, музыку для дзен-медитаций и для йогических медитаций Тони Скотта, Тибетское многоголосовое пение, различные индийские раги, кьяны и киртаны, особенно песнопение Омна Маршивая и другие записи группы Ганеш Пури, а также музыку Стивена Халперна, Джорджи Келли, Пола Виннера и Брайана Эно. Рекомендации музыкального звучания во время сеанса холотропной терапии следующие. В самом начале музыка должна спровоцировать и активировать зажатый эмоциональный мусор, в середине довести его до кульминации выхода, а затем успокоить человека. Один сеанс холотропной терапии может продолжаться от 3 до 5 часов. Обычно между третьим и четвертым часом происходит прорыв зажатости, что означает успешность сеанса и его завершения. Направленная работа с телом – это последний компонент холотропной терапии, но он используется только тогда, когда в этом возникает необходимость. Основным указателем необходимости направленной работы с телом является ситуация в последних стадиях сеанса, обычно через 1,5-2 часа, когда дыхание и музыка не приносят полного выхода эмоционального мусора и не вызывает расслабление тела. Основным принципом работы в этом заключительном этапе холотропных сеансов сфокусировать внимание на физических дискомфортах, руководствуясь указаниями тела. Для этого рекомендуется усилить симптом. Например, напрячь мышцы шеи и принять положение, обостряющее боль в голове и шее. Если обнаруживается блокировка в тазовой области, то следует приподнять таз и напрячь мышцы живота и ягодиц. Это напряжение рекомендуется поддерживать, возможно, дольше, не мешая другим частям тела проявлять себя так, как им требуется в данной ситуации. Как только эмоциональный и физический дискомфорт исчезнут, человек самопроизвольно расслабится и успокоится. Процедура холотропной терапии. В самом начале, до сеансов, происходит ознакомление человека с развернутой картографией психики, включая уровень биологических воспоминаний, элементы процесса рождения и смерти и трансперсональные переживания. Разъясняется и подчеркивается, что все эти переживания вполне нормальны. В течение подготовительного периода участники сеансов знакомятся практически со всем спектром возможных переживаний, и некоторые из них могут иметь значимую личностную мотивацию. Если не произвести такого ознакомления, не сделать соответствующих предупреждений, то возникающие переживания могут не принести желаемого результата и оказаться препятствием, так как в нашей культуре существует сильное противодействие переживаниям подобного рода. Что касается методической стороны, то участников просят оставаться до конца сеанса в расслабленном положении, с закрытыми глазами, концентрируя внимание на эмоциональных и психосоматических процессах, возникающих от дыхания и музыки, подчиняясь им с полным доверием и без рассуждений. Подготовка включает обсуждение правил, предстоящие процедуры и принципов работы с телом, если таковые потребуются. Далее можно приступать к планированию сеанса. Комната для его проведения должна быть достаточно изолированной от внешних воздействий и такой, какой возможно полная свобода самовыражения, громко шуметь и так далее. На полу мягкое покрытие или матрасы. Необходимо иметь достаточное количество гигиенических пакетов для тех, кого может тошнить или рвать во время сеанса. Всем участникам рекомендуется удобная одежда. Следует снять с себя все, что мешает дыханию и движению. Очки, тяжелые серьги, браслеты, пояса, часы и так далее. С особой осторожностью необходимо подходить к больным с сердечными приступами, у которых имелась кардиохирургия, церебральное кровоизлияние, злокачественная гипертония, прогрессирующие атеросклерозы, артериальные аневризмы, не вполне зажившие хирургические раны. Противопоказанием сеансов холотропной терапии является беременность, эпилепсия, момент обострения любой болезни, страдающим привычными вывихами и патологической хрупкостью костей. Желательно начать сеанс с короткой медитации и расслабления. Для этого выбирается положение лежа. Руки лежат ладонями вверх, а ноги слегка разведены. Далее концентрируйте внимание на дыхании, вдох быстрый, выдох пассивный, гоняйте воздух в области носа и увеличивайте его частоту. После того, как дыхательный ритм установился, вы должны подчиниться музыке, дыхательному ритму и любому возникающему переживанию. В большинстве случаев холотропных сеансов постепенно нарастает эмоциональное и физическое проявление, достигает своей высшей точки и неожиданно ослабляется, то есть разрешается. После разрешения дыхание становится медленным, 2-3 цикла в минуту. Следует полежать спокойно некоторое время, пока все не придет в норму. На этом сеанс оканчивается. Рисование мандал. Во время сеанса холотропной терапии человеку предлагается набор цветных мелков или специальных карандашей и большой лист бумаги с нанесенным на нем контуром круга, который можно заполнять любым приемлемым способом. Это может быть простая комбинация цветов, абстрактный рисунок и тому подобное. Полученное таким образом мандало может быть использовано как уникальное средство документирования необычных переживаний, помогающие их интеграции. В дальнейшем можно работать с этой мандалой, смотреть на нее во время сеанса и входить в образ. Она будет катализатором процесса самоанализа. Грофф подчеркивает, что многие люди, систематически рисовавшие мандалы, лучше понимали свои необычные переживания и успешно их интегрировали. Дианетика. Дианетика считается в настоящий момент ложным. Но до того, как она стала считаться ложным, его широко использовали. И по этой причине я его как раз и привел в своей книге. Итак, слово Дианетика происходит от греческого Диа, челес и нос, душа, разум. В целом, слово Дианетика означает посредством разума. Дианетика – это метод управления энергией, из которой состоит жизнь, в целях повысить эффективность организма и духовной деятельности человека. Основоположником этого учения явился американец Рон Хаббард. В 1932 году, после окончания университета, он предпринял несколько экспедиций, в которых исследовал примитивные культуры народов, населявших острова Тихого и Атлантического океанов. На основании этих экспедиций он закладывает основы теории новой науки. И в 1937 году, после серии биологических экспериментов, делает революционное открытие. Общий знаменатель всей жизни – это стремление к выживанию. 9 мая 1950 года появляется фундаментальный труд под названием Дианетика – современная наука душевного здоровья. Мною использован данный труд, изданный в Москве, в 1993 год, который вызвал и продолжает вызывать огромное внимание со стороны читателя. Вы можете самостоятельно ознакомиться с данной книгой и с методом очищения полевой формы жизни, описанный там, а можете воспользоваться моим кратким описанием. Если вы внимательно прочтете несколько раз вышеописанные методы и сравните их между собой, то поймете, что все они имеют в виду одно и то же с небольшими вариациями и различными подходами. Разработанный мной на основе их анализа и практического опробирования метод дыхания счастья наиболее быстрый и эффективный. Дианетическая терапия уступает скорости и эффективности ребёфингу и холотропной терапии. В свою очередь, последние проигрывают моему методу, так как не учитывают биоритмологию. Дианетика главный упор делает на том, что в периоды обнажения физического тела в результате потери сознания от боли, операции и тому подобное, на клеточном уровне записываются инграммы. То, что я называю клеточная память. Моменты ки-ин, когда окружение бодрствующего, но уставшего или расстроенного человека напоминает содержание полученной в период бессознательности инграммы, инграммное содержание активируется, что приводит к аберрации, то есть отклонению от рационального мышления или поведения. Чем больше инграм, тем более аберрирован человек. К 40-50-летнему возрасту человек настолько переполняется инграммами, что это приводит к серьезным психосоматическим болезням и утрате разумного поведения со стороны аналитического ума. Говорят, под старость из ума выжил. Единственное средство, предлагаемое дианетикой, клиринг, что в переводе означает очищение. Человека, очистившегося от всех инграмм, называют клиром. Первые инграммы человек получает уже в первые недели внутриутробной жизни. Самая первая и важная инграма называется Basic Basic. Она является основанием инграммного банка, то есть клеточной памяти. Процесс клиринга, то есть стирание клеточного сознания, разряжает энергию, заключенную в инграммном банке, очищает клетки от патологической памяти. И человек избавляется от психопатологических заболеваний, нерационального поведения, увеличивается общая энергетика организма и возрастает устойчивость к разного рода заболеваниям. Делать адитинг означает повсеместно в течение одного сеанса разряжать инграммный банк. Чтобы это стало возможным, необходим специальный человек-адитор. Пациент сам не видит свои аберрации, но их хорошо видно со стороны. Адитер направляет человека таким образом, чтобы он несколько раз, иной раз для разрядки какой-либо инграммы необходимо пройти через патологическую ситуацию до 20 и более раз для ее стирания. Прошелся через нее и она перестала его интересовать. Основной задачей адитера является нахождение с самого первого периода бессознательности, basic-basic, проведение по нему пациента, после чего инграммный банк начинает быстро разрушаться, если двигаться вверх по шкале времени, то есть от момента зачатия к настоящему времени, через все последующие инграммы к настоящему времени жизни пациента. Адитером может быть любой человек, который знаком с дианетической техникой, желает вам помочь, а вы доверяете ему. В процессе многолетней практики сложился кодекс адитера, который не должен никогда нарушаться. Приводим его полностью. Адитер должен быть вежливым по отношению к пациенту. Адитер должен проявлять доброту, не допускать никакой жестокости по отношению к пациенту и не поддаваться желанию наказывать. Адитер должен сохранять молчание во время терапии, не разговаривать сверх того, что совершенно необходимо для дианетики во время сеанса. Адитер должен заслуживать доверие пациента, быть верным своему слову и никогда не давать никаких обещаний, если есть малейшие сомнения в том, что он их не выполнит. Адитер должен быть смелым, никогда не нарушать основы терапии и не поддаваться на уговоры пациента. Адитер должен быть терпеливым и спокойным, не раздражаться на действия слова пациента, независимо от того, что он делает и говорит. Адитер должен быть добросовестным, никогда не позволять пациенту избегать эмоционального заряда и не отклоняться от своих планов. Адитер должен быть настойчивым в достижении своих целей и никогда не сдаваться. Адитер не должен говорить лишнего, никогда нельзя давать пациенту никакой информации. О его кейсе, индивидуальном случае избавления от инграбного банка, включая оценку событий и поступков, а также прогнозы о дальнейшем времени, нужном для терапии. С чего необходимо начинать, как проводить и заканчивать дианетическую терапию. Дианетическая терапия – это семейный метод исцеления членов семьи и сплочения ее вокруг супружеского ядра. Ведь проблемы наживаются уже в период беременности, поэтому на родителях в первую очередь лежит обязанность вырастить здорового человека, нормально воспитать его без патологической клеточной памяти, умственного эмоционального мусора. А для этого каждому из родителей вначале необходимо познакомиться в теоретической форме с вышеописанной информацией о полевой и физической формах жизни и их взаимодействии между собой. Вы должны пройти теоретическую подготовку и знать, что вы конкретно желаете от дианетики, очистить свой организм, организм мужа, детей, внуков и так далее от патологической памяти клеточного сознания. Второй этап – это диагностика, время которой вы определяете насколько организм поражен патологической клеточной памятью и имеющимися психосоматическими заболеваниями. Для этого вам достаточно знать работоспособность аналитического ума и остроту ощущений. Первое – ощущение, зрение, слух, осязание, боль и так далее. Второе – способность вспомнить и заново пережить видео ощущения, внешний вид предмета или действия по памяти, цвет, звук, осязание и так далее. Третье – воображение. Пособность воображать цветными картинками или звуками или ощущениями и так далее. В результате этой простейшей диагностики вы узнаете насколько поражен организм вашего близкого человека и сколько придется с ним работать для очищения. Первое – ощущения могут быть выше или ниже средне оптимальных и конкретно каких именно – зрения, слуха и так далее. Второе – способность вспоминать и заново переживать. Ставить себя в переживаемую обстановку и ощущать ее влияние. Насколько хуже оптимального уровня и какие ощущения особенно подавлены. Третье – воображение. Насколько выше оно оптимального и по какому чувству оно наиболее гипертрофировано. В результате диагностики мы узнаем следующее – слишком много или слишком мало ощущений. Слишком мало способности к воспроизведению. Слишком много воображений. О чем это говорит? Если человек плохо видит или слышит, вариант истерической слепоты или глухоты – это означает, что он боится видеть или слышать и что в его клеточной памяти записано достаточно страх. И наоборот, если вы подпрыгиваете от внезапного звука в возникновение чего-то перед глазами или очень напуганы этим, это означает, что в клеточной памяти накоплено много материалов под этикеткой «Смерть». Если человек страдает провалами в способности вспомнить увиденное или услышанное, это указывает на мульти-вейландскую личность. Этот термин означает, что клеточная память скопировала в период бессознательности поведение личности другого человека, которое проявляется при создании благоприятной для ее активации обстановки. По определению психиатров, это шизофреник, параноид с симптомами недостаточно острыми, чтобы их так классифицировать в обычной жизни, но достаточными для того, чтобы близкие люди страдали от его дури в определенных жизненных ситуациях. Слишком много воображения с утверждением, что так оно и есть на самом деле, указывает на демонические цепи, которые идут в обход аналитического уму и плетут чепуху. Это одно из указаний, что полевая форма жизни замусорена весьма сильно. В результате вышеуказанного вы ставите генетический диагноз, неправильное действие в определенных ситуациях, это и есть информационное содержание клеточной памяти, психосоматическое заболевание, это и есть след прошлой травмы, ощущение цвета и звука, способность вспоминать ниже оптимального, воображение выше оптимального, все это определяет продолжительность работы над каждым конкретным членом вашей семьи. Продолжительность одного диагностического сеанса равняется двум часам. Повторять сеансы лучше всего через день. Общая продолжительность диагностического курса до полного уничтожения патологической клеточной памяти и получения состояния клира, то есть чистого человека, зависит от каждого конкретного случая и мастерства аудитора. Колеблется от 100 до 1000 часов. А теперь конкретно, что должен делать аудитор и пациент в течение двухчасового диагностического сеанса. Пациент должен сесть или лечь закрытыми глазами и по командам аудитора вспоминать эпизоды из своей жизни и если требует того аудитор переживать их по несколько раз. В конце концов, побыстрее добраться до самой первой отметины в клеточной памяти basic-basic и разрядить ее. Затем, постепенно поднимаясь вверх к настоящему времени, разряжать банк клеточной памяти. Для того, чтобы вернуться в прошлые эпизоды своей жизни и пережить их заново, пациент обязан. Первое, начали вспомнить об этом эпизоде. Второе, после того, как эпизод более-менее хорошенько вспомнился, с ощущениями и так далее, возвратиться в него. Это будет напоминать, будто ваше «я» возвратилось в этот эпизод. Третье, после того, как ваше «я» возвратилось в этот жизненный эпизод полностью, пережить его заново. Человек должен оказаться настолько полно в этом эпизоде, что если его испугать, когда он переживает происшедшее в младенчестве, он будет реагировать так, как когда он был грудным ребенком. Адитер во время дианетического сеанса должен, первое, уверить пациента в том, что он будет осознавать все, что происходит. Второе, считать до тех пор, пока он не закроет глаза. Третье, установить отмену. Четвертое, возвратить его в инцидент из прошлого. Пятое, работать с аналитическим умом для получения информации. То есть, искать периоды бессознательности на жизненном пути пациента и разряжать их клеточную память. Шестое, разрядить все заряды клеточной памяти, с которыми пришлось вступить в контакт. Седьмое, вернуть пациента в настоящее время. Восьмое, убедиться в том, что пациент действительно вернулся в настоящее время. Девятое, произнести слово «отменяю». Десятое, восстановить полное осознание пациентам окружающей среды. И в заключении, приводим пример одного сеанса дионетической терапии. Адитер. Смотрите в потолок. Когда я сосчитаю до семи, ваши глаза закроются. Вы будете осознавать все, что произойдет. Вы будете помнить все, что здесь происходит. Вы можете вывести себя из любого состояния, которое вам не нравится. Итак, медленно, успокаивающе. Один, два, три, четыре, пять, семь. Один, два, три. Пациент закрывает глаза и ресницы поддергиваются, что указывает на необходимое для сеанса состояние. Ревери. Четыре, пять, шесть, семь. Ревери. Нужное, грязеподобное состояние. Для того, чтобы пациент случайно не вошел в гипнабельное состояние и сам сеанс не записался на клеточной памяти, необходима отмена, которая звучит примерно так. В будущем, когда я произнесу слово «отменяю», все, что я вам сказал во время диалетического сеанса, будет зачеркнуто и не сможет оказывать на вас никакого влияния. Любое внушение, которое я вам сделал, станет бессильным, когда я скажу слово «отменяю». Вы меня поняли? Слово «отменяю» говорится пациенту перед тем, как ему разрешается открыть глаза в конце сеанса. Говорят всего одно слово «отменяю». Больше ни в какие подробности вдаваться не нужно. Как только пациент вошел в состояние ревери, делайте небольшую паузу и устанавливайте вышеописанную отмену. Теперь возвращайте пациента в прошлые эпизоды жизни. Для начала попросите, чтобы пациент вспомнил и пересказал недавний эпизод. Одно-двух дневной давности и своей жизни со всеми подробностями. Это поможет ему понять, что от него требуется. Итак, не спеша спускайтесь вниз по жизни пациента к моменту зачатия. Оказывается, чем ближе к зачатию, тем легче помнить информацию о каждом дне и часе жизни пациента. Сознательность более высокого уровня настолько сильно поражена клеточной памятью, что напоминает собой непролазные дебри с плетением правды и бессознательной информации, различных навязанных состояний и тому подобное. Итак, аддитер в конце концов дошел до района получения пациента первых отметин клеточной памяти. Вот как разворачивается действие. Пациент, убежденный, что имеет в виду дианетику. Я не знаю, я не знаю, я просто не помню, это не сработает, я знаю, что это не будет работать. Аддитер, повторите эту фразу, скажите, это не сработает. Пациент, это не сработает, это не сработает, это не сработает, ой, живот болит, это не сработает, это не сработает, это не сработает, смеется облегченно, это моя мать разговаривает сама с собой. Аддитер, хорошо, давайте соберем всю инграмму. Начните с самого начала. Пациент, передавая воспоминания с болью, я не знаю, как это делается. Я просто не помню, что мне сказала Рая. Я просто этого не помню. О, я упала духом. Так это не сработает. Это просто не сработает. Хотела бы я знать, что же мне Рая говорила, но я не помню. Эй, что это у нее в руках? Черт бы ее побрал. Это становится горячо. Это спринцевание. Эй, заберите меня отсюда. Верните меня в настоящее время. Это просто печел. Аудитор, верните с начала. Пройдите весь инцидент опять. Подберите все дополнительные данные, которые вы можете найти. Пациент повторяет инграмму, найдя все старые фразы, несколько новых, плюс отдельные звуки. Повторяет инцидент еще 4 раза, переживая все вновь. Начинает зевать. Почти засыпает. Эта бессознательность выходит. Оживляется и повторяет инграмму еще 2 раза. Потом начинает над ней хихикать. Все болевые симптомы исчезают. Неожиданно инграмма исчезает. Пациент очень доволен. Аудитор, идите к следующему наиболее раннему моменту боли или неудобства. Пациент, ааа, м, я не могу туда попасть. Это точно интересно где. Аудитор, повторите эту фразу. Я не могу туда попасть. Пациент, не могу туда попасть. Не могу. Что-то странное происходит с моей ногой. Острая боль. Эй, что она делает? Черт ее побери. Черт, я бы хотел поймать хоть один раз. Аудитор, начните сначала и проиграйте ситуацию снова. Пациент, проходит инграмму несколько раз, зевая сквозь бессознательность, посмеивается, когда не может больше найти инграмму. Чувствует себя лучше. Ну да ладно. Наверное у нее были свои трудности. Аудитор, перейдите к следующему самому раннему моменту боли или неудобства. Пациент, чувствует неудобства. Я не могу. Я не двигаюсь вниз по времени. Я застрял. О, хорошо. Я застрял. Я застрял. Нет, оно застряло. Оно застряло на этот раз. Нет, его засадили на этот раз. Эй, черт возьми. Это мои боли в сердце. Да, это та острая боль, которую я иногда чувствую. Аудитор, начните сначала и пройдите инграмму и так далее. Вот так сеанс дианетики продолжается до тех пор, пока Аудитор не решит, что проработал пациентам достаточно. В заключении сеанса он говорит пациенту, вернитесь в настоящее время, вы в настоящем времени. Пациент говорит да, Аудитор произносит слово отменяю. Пациент, который до этого несколько часов находился в своем прошлом, должен быть опять приведен в настоящее время. Нужно щелчком пальцем заставить его вздрогнуть, чтобы восстановить в нем осознание своего возраста и состояния. Для этого Аудитор поступает так, когда я посчитаю от 5 до 1 и щелкну пальцами, вы будете себя чувствовать бодрыми. 5, 4, 3, 2, 1, щелк. Сеанс окончен. Вот так вы можете в кругу семьи с помощью этого метода очищать друг друга, становясь здоровее, умнее и ближе друг к другу. Ведь из приведенного выше примера вы догадались, что описан случай попытки аборта, который сделает человека больным, ущербным. Сознательно или бессознательно мы физически и умственно калечим своих детей с первых дней зачатия, насилуем своим порочным воспитанием в первые годы жизни, а дальше прививаем порочный образ жизни. В конце концов мы имеем такое общество, которое создали сами и удивляемся, почему все у нас так. По этому поводу Иисус Христос говорил, и враги человеку домашние его. Заключение. Мы с вами разобрали малую, но наиболее эффективную часть методик, очищающих полевую форму жизни. Если их регулярно практиковать, они дадут великолепные результаты. Повторим. Отчего какая методика наиболее эффективно очищает? Очень мягким и безболезненным методом является дианетическая терапия. Она позволяет разрядить клеточную память. Уже одно это очищение приносит громадное облегчение и порой полное исцеление от большинства психосоматических заболеваний. Но если проблемы имеют кармическую причину, этот метод неэффективен. Очень хороший метод трансцендентальной медитации. С его помощью можно приятно и без всяких эксцессов очищать как полевую форму жизни от империла, так и клеточное сознание от записи бессознательности. Единственный недостаток – слишком длительный процесс, для этого требуется до трех и более лет. Наиболее быстро и эффективно устраняет кармические причины, клеточную память и отложение империла, холотропная терапия, а затем уже ребёфинг. В принципе, эти обе методики задействуют одни и те же механизмы – дыхание, расслабление, концентрация внимания. Но музыкальный компонент сильнее выворачивает глубинную карму, зато варианты ребёфинга в различных средах тёплой и холодной водой более энергонасыщают организм. Следует добавить с высоты сегодняшнего моего знания. Конечно, кармические причины, которые были получены на почве нравственности, навряд ли всё это дыхание очистит, потому что здесь должен быть нравственный поступок, который бы нейтрализовал эту карму, а не просто дыхание. Свои замечания по физиологичности ребёфинга и холотропной терапии я изложил в описании «Дыхание и счастье». Дополнение о том, как правильно дышать, учёт биоритмологической активности органов, повышает исцеляющую отдачу как ребёфинга, так и холотропной терапии. Но если к дыханию счастья присоединить музыку от холотропной терапии, от ребёфинга, варианты проведения в тёплой и холодной воде, можно с добавлением упаленной аурины, эта методика намного превосходит ребёфинг и холотропную терапию. Поэтому я вам советую проводить наш русский вариант с простым и ясным названием «Дыхание и счастье». Для очищения от полевых паразитов критеров вышеуказанные методики не подходят. Для избавления от одних демонов критеров достаточно читать некоторые молитвы, обращаться за помощью к святым, посещать церковь. Для избавления от других и этого мало. Необходимо соблюдать длительный пост и регулярно молиться, просить помощи, просить простить вас и снять прежние грехи, то есть кармические долги. Пост, то есть голодание, покаяние, молитва и последующие благие дела помогут вам и в этом вопросе. Помните, тело очищается водой, разум очищается знанием, а душа очищается слезами. То есть должно быть раскаяние с твёрдым намерением после этого изменить свою порочную жизнь на более лучшую. Методики, направленные на укрепление полевой формы жизни человека. К методикам, направленным на укрепление полевой формы жизни человека, относятся аутогенная тренировка, образно-волевые настрои типа сытинских, работа с сознанием органов, проявление волевых усилий в виде физического напряжения. Аутогенная тренировка. На основании изучения древних психоделических техник и в особенности йоги, немецкий психотерапевт Шульц создал метод лечения и профилактики различных неврозов и функциональных нарушений в организме, которые он назвал аутогенной тренировкой. Термин аутогенная состоит из двух греческих слов «аутосам» и «геносрот». В целом термин аутогенная тренировка на русском языке означает «самовосстанавливающая организм тренировка». Аутогенная тренировка состоит из двух степеней – низшей и высшей. Низшая предназначена главным образом для снятия эмоционального напряжения, которое вызывает скованность тела, успокоение, расслабление, улучшение сна, для нормализации функций организма, снижения артериального давления, нормализации пищеварения и т.д. Высшая предназначена для работы с полевой формой жизни человека на более глубоком уровне с целью ее очищения от раковин, империла и укрепления. Для овладения первой ступенью требуется в среднем 3 месяца ежедневных занятий по 10-30 минут. На овладение второй ступенью аутогенной тренировки уходит около 8 месяцев тренировок. В аутогенной тренировке используют три основных пути воздействия на человеческий организм. Первый. Особенности влияния тонуса скелетных мышц и дыхания на центральную нервную систему. Полное расслабление всех мышц снижает уровень активности центральной нервной системы, до минимума способствует развитию сонливости. Снижение частоты дыхания, затаивание его приводит к преобладанию процессов торможения. Второй. Использование мыслеобразов зрительных, слуховых, обонятельных, тактильных и т.д. В состоянии мышечной расслабленности действенность мыслеобразов значительно повышается. Сильный мыслеобраз позволяет фиксировать структуру полевой формы жизни, восстанавливать ее заново, представляя сердце юным. И видим его таким, мы тем самым фиксируем и восстанавливаем его до юного состояния. Третье. Воздействие на функционирование полевой формы жизни словом. В состоянии глубокого расслабления, достигаемого с помощью аутогенной тренировки, влияние словесного внушения значительно возрастает. Построение командоустановочных фраз при самовнушении должно быть предельно простым и кратким, а их мысленное произнесение медленным, такт растянутому дыханию. В аутогенной тренировке эти три пункта воздействия используются последовательно в комплексе. Расслабление, представление, внушение. Но для того, чтобы у вас все получилось, необходимо предварительно выработать определенные навыки, которые позволят вам качественно расслабиться, управлять ритмом дыхания, сосредотачивать внимание, создавать чувственные мысли-образы, производить правильное словесное внушение. Рассмотрим каждый элемент подробно. Первое. Регуляция мышечного тонуса. Управление мышечным тонусом является главным компонентом аутогенной тренировки. Во время аутогенного тренинга все мышцы тела должны быть полностью расслаблены. Для того, чтобы овладеть приемом полного расслабления, необходимо лечь на жесткую ровную поверхность и сильно напрячь все мышцы тела. Подержав такое напряжение, одну-две секунды резко расслабиться. Поделайте так несколько раз, и вы почувствуете разницу между полным напряжением и полным расслаблением мышц. Со временем вы научитесь расслабляться без предварительного напряжения мышц. Второе. Управление ритмом дыхания. Аутогенная тренировка использует физиологические закономерности воздействия дыхания на уровень психической активности. Мы уже знаем, что во время вдоха происходит активация психического состояния, возбуждение симпатического отдела вегетативной нервной системы. При выдохе происходит обратный процесс понижения психической активности, возбуждение парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Аутогенная тонировка использует производительный ритм дыхания, в котором спокойный, неслышный вдох сменяется плавным, растянутым выдохом. С задержкой на выдохе без насилия над собой. Это очень важно. После чего цикл повторяется. Третье. Сосредоточение внимания. Функция внимания относится к области полевой формы жизни человека, а следовательно, управляя вниманием, мы управляем энергетикой полевой формы жизни. Если мы можем концентрировать по долгу свое внимание, а значит и энергию, то в месте концентрации внимания будет происходить мощная энергетическая работа. Тренировку внимания лучше всего производить по древней методике. Ставите перед собой предмет или картинку, обязательно небольшого размера. Садитесь удобно, но так, чтобы спина была ровной. Ставите предмет или картинку на уровне глаз перед собой на расстоянии 1-1,5 метра. И в течение 5 минут внимательно изучайте каждую деталь предмета картинки, плавно переходя от одной детали к другой. Пока не просмотрите все. Затем постепенно время увеличивайте до 10, 15, 20 и более минут. Делая несколько кругов по предмету картинки, при этом время просмотра одного круга увеличивайте. Очень хороший результат будет тогда, когда вы за 20 минут очень внимательно просмотрите предмет картинку всего лишь раз. Четвертое. Создание чувственных мыслеобразов. Если сосредоточение позволяет работать с энергиями полевой формы жизни, то чувственные мыслеобразы – это уже продукты вашей творческой работы аналитического ума. Вы мысленно творите любой предмет и в зависимости от того, насколько вы насыщаете его энергией, настолько длительно он существует, поддерживает свою собственную структуру и так далее. Если теперь вы научитесь создавать яркие чувственные мыслеобразы какого-либо из внутренних органов вашего организма или на всем теле сразу и подолгу сосредотачиваясь на них, вы можете в буквальном смысле слова восстанавливать органы или тело до состояния созданного вами чувственного мыслеобраза. Для того, чтобы научиться создавать яркие мыслеобразы, необходимо продолжить описанную в разделе «Сосредоточение внимания» тренировку, но несколько видоизменив ее. После того, как вы можете, не отвлекаясь, удерживать внимание на чем-либо в течение 20 минут, вы поступаете следующим образом. Сосредоточив внимание на предмете, медленно и свободно закрывайте глаза, не отводя взгляда от предмета. В результате такого простого действия, когда глаза закрываются, созерцаемый вами предмет будет по-прежнему перед вами в области третьего глаза, прямо перед вами в области лба. Мысленно наблюдайте этот предмет, пока он не исчезнет. Затем опять медленно открывайте глаза и держите предмет в поле зрения как можно дольше. Так продолжайте тренироваться до тех пор, по 20-30 минут регулярно в день, пока сможете по своему желанию мысленно создавать и удерживать в поле зрения любой чувственный мыслеобраз от 5 до 20 и более минут. Для созерцания возьмите пламя свечи, его гораздо легче будет мысленно воспроизводить. Есть такая древняя техника, называется тратак. Концентрация на пламени свечей, потом глаза закрываются и видишь это пламя как будто оно перед вами. Пятое. Правильное словесное внушение. Для того, чтобы словесное внушение достигли первичного сознания и вызвали там соответствующие изменения, надо обыденное сознание свести до минимума, чтобы оно не загораживало нам доступ к нему. Но при этом необходимо оставить в качестве командного пункта аналитический ум, с помощью которого мы будем делать соответствующие словесные внушения команды для коррекции на уровне первичного сознания. С помощью регуляции мышечного тонуса и ритма дыхания мы добиваемся особого фазового состояния, так называемое просоночное состояние, в котором словесные внушения наиболее эффективно действуют. Мысленно произносимое в это время словесное самомношение соответствующим чувственным мыслеобразом включается в функциональную систему полевой формы жизни, корректирует ее, а далее влияет на структуру и функции физического тела. Формулировки словесных внушений должны всегда строиться в виде утверждений, предельно простых и кратких. Помните, наш организм воспринимает все буквально и в словесных внушениях не должно быть никакого подсмысла. Например, на вдохе вы произносите «моё сердце», мысленно представляя свое сердце, на выдохе «сильное, молодое, здоровое». Мысленно представляете здоровое, молодое, сильное сердце. Вот эту основу вы можете использовать для собственной практики. Обычной релаксации, аутогенной тренировки или медитации. А теперь вернемся к первой ступени аутогенной тренировки Шульца, которую мы можем использовать в качестве примера. Начинают отработку упражнений лежа на спине, а в дальнейшем целесообразно выполнять в положении сидя. Вы должны уединиться и без помех и спешки приступать к тренировке. Для лучшего усвоения упражнений на первом этапе запишите их на магнитофон. Это избавит вас от необходимости напрягаться, чтобы вспомнить последовательность соответствующих фраз и так далее. Каждое из упражнений имеет свое назначение. Первое упражнение отрабатывает мышечное расслабление. Вначале для того, чтобы почувствовать контраст между напряжением и расслаблением, вы напрягаете все тело, а затем резко расслабляете его. Здесь срабатывает очень интересное явление. Волевое напряжение по своей сути электромагнитная энергия, которая клиниваясь в мышцы пропитанной гравитационной энергией, делает их легче. Как только напряжение оканчивается, гравитационная энергия вызывает чувство тяжести. Поэтому мы и используем это явление. Чем тяжелее, тем расслабленнее та или иная часть тела. Отрабатывать чувство тяжести, а значит и расслабление, можно таким образом. Напрягайте правую руку, резко ее расслабляйте и чувствуйте, как она тяжелее. Затем поступайте с левой рукой, правой ногой, левой ногой и, наконец, с туловищем. После того, как вы ощутили контраст между расслаблением и напряжением, можно не использовать напряжение. Мысленно вызывать чувство тяжести в руках, ногах и всем теле. Второе упражнение отрабатывает способность произвольно расширять кровеносные сосуды в той же последовательности, как и мышечное расслабление. При этом должно возникнуть ощущение тепла. Третье упражнение отрабатывает способность произвольно управлять дыханием. Четвертое упражнение отрабатывает способность произвольно расширять кровеносные сосуды внутренних органов. Пятое упражнение учить способности произвольно изменять ритм сердцебиения в сторону как его учащения, так и урежения. Шестое упражнение направлено на управление сосудистыми реакциями, но уже в области головы. Причем таким образом, чтобы вызвать сужение кровеносных сосудов. Чтобы вызвать сужение сосудов, необходимо представить прохладу, ветерок в области лба и головы. Ниже приведена 15-минутная тренировка каждого из упражнений. В каждом упражнении человек должен говорить себе «Я, мне, мое» для того, чтобы направить воздействие внутрь себя. Текст читается медленно, с расстановкой. В нем не должно встречаться никаких отрицаний типа «не», «нет» и так далее. А только утвердительные фразы. Первое упражнение. «Я располагаюсь удобно. Положение моего тела свободное, расслабленное, комфортное. Мое внимание сосредоточено на полевой форме жизни, на физическом теле, на самочувствии. Я полностью ощущаю свое тело и ауру, то есть полевую форму жизни. Второе. Мне очень хорошо и спокойно. Я мысленно в беззаботном действии. Все заботы исчезли. Я спокоен. Я погружен в покой и беззаботность. В этом состоянии легко вырабатывается и закрепляется способность управлять своим состоянием, своим телом. Я контролирую свою ауру, свое тело. Под аурой мы понимаем полевую форму жизни. Я полностью спокоен. Я бесстрастен и собран. Я погружаюсь в мир полевой формы жизни. Я внутри ауры. Я осознаю сознанием собственное тело. Мое «я» проникает в каждую клеточку моего тела. Каждая клеточка безумно рада встрече со мной. Каждая клеточка моего организма выполняет мои команды. Третье. Я сосредоточил свое внимание на лице. Я чувствую и расслабляю мышцы лба, губ, щек, шеи. Мои веки тяжелеют и закрываются. Я мысленно смотрю в область лба. Мои челюсти расслаблены. Язык свободен. Мое лицо расслаблено и умиротворено. Я глубоко, глубоко, спокоен и бесстрастен. Четвертое. Мышцы шеи мягкие. Мышцы шеи как вата. Мышцы спины и живота полностью расслаблены. Мое туловище расслаблено полностью. Пятое. Мой вдох тих и спокоен. Мой выдох продолжительен и умиротворяющий. Пауза на выдохе очень приятна мне. Я дышу тихо и спокойно. Все тише и тише. Мое дыхание не слышно. Легко и спокойно. Дыхание приносит мне покой и умиротворение. Я растворяюсь в дыхании. Шестое. Моя правая рука становится тяжелой, 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 тяжелой. Правая рука становится тяжелой, 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 тяжелой. Рука становится тяжелой, 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 тяжелой. Стала тяжелой, тяжелой, тяжелой. Тяжелой, 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 тяжелой. Седьмое. Моя левая рука становится тяжелой, 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 тяжелой. Повторите то же самое, что и для правой руки. Восьмое. Мои руки тяжелые. Я ощущаю приятную тяжесть в руках. Мне очень нравится эта тяжесть в руках. Восьмое. Моя правая нога становится тяжелой, 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 тяжелой. Повторите то же самое, постепенно уменьшая формулировку на одно слово, но увеличивая утвердительность каждого слова. Десятое. Моя левая нога становится тяжелой, 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 тяжелой. Повторите то же самое, постепенно уменьшая формулировку, как для правой ноги. Одиннадцатое. Мое туловище становится тяжелым, 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 тяжелым. Повторяйте то же самое, постепенно уменьшая формулировку на одно слово. Двенадцатое. Мой организм тяжелый, я очень тяжелый, я расслаблен. Я очень расслаблен, расслаблен. После того, как вы добили чувство тяжести во всем теле, отключаетесь и лежите в расслабленном состоянии без мыслей и прочих ощущений некоторое время. Тринадцатое. Я отлично отдохнул в расслабленном состоянии. Патологический мысленный мусор, раковины и прочие зажатости покинули меня. Я чувствую силу, я чувствую свежесть. Я прекрасно отдохнул. Я чувствую творческую, созидающую силу себе. Я могу творить. Четырнадцатое. Мое дыхание становится энергичнее. Я сильно делаю вдох. Выдох самопроизволен. Мощный вдох, свободный выдох. Вдох. Я полон сил. Выдох. Ушли остатки тяжести. Вдох. Божественная сила переполняет меня. Я свеж, здоров, полон творческой энергии. Сжимаю кулаки, сильно подтягиваясь, открывая глаза. Легко поднимаюсь. Я обновлен. Полон божественной силой. Вот примерно схема одного занятия аутогенной тренировки с отработкой только одного упражнения расслабления. После того, как вы научитесь хорошо расслабляться, можно переходить после пункта 5 сразу к пункту 12. Второе упражнение. Это упражнение начинайте отрабатывать только после того, как вы полностью и легко освоили первое. То есть легко и в любое время сможете вызвать чувство тяжести, расслабления во всем теле. В итоге, в последующих упражнениях, первые 5 пунктов повторяются. Изменения касаются только пункта 6. 6. Я очень расслаблен. Правая рука становится теплой. Правая рука стала теплой. Рука становится теплой. Правая рука стала теплой. Правая рука стала теплой. Рука стала теплой. Седьмое. Левая рука стала теплой. Левая рука стала теплой. Далее идет уменьшение, как в пункте 6. 8. Приятное целебное тепло наполнило мои руки. Тепло пульсирует в кончиках моих пальцев, моих руках, моих плечах. Мои руки излучают красный жар. 9. Последовательно проработать по вышеуказанной схеме правую и левую ноги. 11. Приятное успокаивающее тепло наполнило мои ноги. Я сильно чувствую пульсирующее тепло в пальцах стоп. Тепло поднимается на моей голени. Приятный жар заполнил мои бедра. Мои ноги излучают красный жар. Мои ноги очень теплые. 12. Тепло волнами наполняет мой живот. Волны тепла разливаются по моей груди. Мое тело полностью теплое. По нему разливается приятный жар. После того, как вы добились ощущения теплоты во всем теле, полежите некоторое время, прочувствуйте это исцеляющее тепло каждой клеточкой своего тела. 13. Я прекрасно, великолепно прогрел свой организм, уничтожил семена болезни, сжег микробы. Я очистился божественным жаром. Я юн, свеж, полон сил. 14. Этот пункт заканчивайте как в первом упражнении. Третье упражнение. Это упражнение осваивайте после капитальной отработки второго. Шестое. Мое тело полностью теплое. По нему разлит приятный жар. Все мое внимание поглощено дыханием. Я растворяюсь и сливаюсь с моим дыханием. Я дыхание мое. Я вдыхаю спокойствие, здоровье, животворящую божественную силу. С выдохом выбрасываю вон усталость, болезни, беспокойство. Я так всегда поступаю. Сила входит в организм со вдохом, болезни с выдохом вон из тела. Вдыхаемая божественная сила скапливается возле моего пупка в виде приятной теплоты. Вдыхаемая божественная сила скапливается все больше и больше. Я могу послать ее в любой орган моего тела, в любую клеточку органа. Ее целебное тепло исцелит меня от любой хвори. Так будет всегда. Полежите так некоторое время. Понаблюдайте над этой целительной силой. Попробуйте ею управлять по своему желанию, направляя в ту или иную часть тела и чувствуя, как она переливается в вас. 14. После описанного пункта 6 переходите сразу к пункту 14. Четвертое упражнение. Это упражнение направлено на тренировку умения произвольно расширять кровеносные сосуды внутренних органов. Его необходимо практиковать после успешного освоения предыдущего. Шестое. Вдыхаемая божественная сила, красный, целительный жар, горят вокруг моего пупка. С каждым вдохом я посылаю в ее горн, под горном подразумевается область пупка, поток юной силы, животворящего Бога. Если вам не нравится слово Бог, то используйте сознание или любое адекватное слово. С каждым выдохом я направляю ее целительным потоком в орган по своему желанию. Например, поджелудочную железу. Я вижу, я чувствую наполненные целительной силой клеточки и сосуды поджелудочной железы. Я вижу и чувствую целительный жар поджелудочной железы в каждой ее клеточке. Я вижу и чувствую могучий поток божественно юной крови, омывающий каждую жилочку, каждую клеточку поджелудочной железы. Поджелудочная железа возрождается, становится молодой и сильной. Моя поджелудочная железа юная и сверхздоровая. Моя поджелудочная железа прекрасна юной божественной силой. Я чувствую, я радуюсь ее юной силе. Так будет всегда, в любое время. Некоторое время полюбуйтесь обновленным органом и делайте выход как в пункте 14. Пятое упражнение. После того, как вы освоите в совершенстве четвертое упражнение, вы легко можете произвольно менять сердечную деятельность. Это полезно делать в тех случаях, когда в области сердца возникают неприятные ощущения или боли. Давно замечено, что болевые ощущения в сердце исчезают при согревании левой руки. При этом происходит рефлекторное улучшение кровоснабжения сердечной мышцей. Вы можете воспользоваться формулой четвертого упражнения, вставив в нее разогрев левой руки или непосредственно воздействуя на само сердце, посылая в него силу, тепло и кровь. Выход из аутогенной тренировки как в пункте 14. Шестое упражнение. Особенность этого упражнения состоит в том, чтобы вы могли самостоятельно сужать кровеносные сосуды лица и головы для предупреждения головных болей, устанения отечности верхних дыхательных путей в результате простуд и так далее. А в случае надобности, наоборот, расширять сосуды, промывать их кровью, вымывать отложения шлаков и так далее. Для этого воспользуемся следующей формулировкой после пункта 5. Шестое. Я начинаю вдыхать прохладный горный воздух. С каждым вдохом прохлада входит в мое тело и охлаждает нос, глаза и мозг. Чистый горный воздух охлаждает мой мозг, глаза, нос. При этом вдох медленный, протяжный, делается через нос, а выдох самопроизвольный через рот. Мое лицо охлаждается, лоб приятно прохладен, лоб приятно прохладен, приятно прохладен, прохладен. Некоторое время подышите так и понаблюдайте за охлаждающим эффектом. Затем выходите как в пункте 14. Итак, мы с вами разобрали первую ступень аутогенной тренировки. Как видите, ничего сложного нет. Необходимо применить старания для ее овладения, а затем пожинать положительные результаты. Образно-волевые настрои. Методика работы с сознанием органов. О том, как создавать чувственные мысли-образы, уже рассказывалось. Рассказывалось и о их механизме действий. Теперь нам остается привести несколько практических примеров и проиллюстрировать их. Но прежде несколько слов о Григории Николаевича Сытине. Человеке, который заново открыл и доказал эффективность этого средства лечения, оздоровления и моложения, сам прожил 95 лет. В 1944 году, после полученных ранений, 21-летний Сытин был демобилизован из армии инвалидов. После контузии он страдал выпадением памяти, ограничением подвижности. В это же время он начал разрабатывать свои лечебные тексты с целенаправленным воздействием на восстановление памяти, работоспособности, функции мышц. Естественно, первые опыты Сытин проводил на себе. И первым подтверждением их эффективности стало то, что в 1957 году Сытин, пройдя медицинскую комиссию, был признан годным к строевой службе без ограничений. Свой метод доктор Сытин назвал словесно-образное эмоционально-волевое управление состоянием человека, сокращенно СОЭВУС. Из самого названия метода исходит расшифровка целительных механизмов. Первое. Воля. С ее помощью мы заставляем первичное сознание продуцировать повышенное количество психической энергии, усиленно раскручивать чакры. Второе. Эмоции. Положительные эстенические эмоции дают силу всему организму, запускают симпатический отдел вегетативной нервной системы, заставляют усиленно работать железы, внутренние секреции и так далее. Третье. Образы. Яркие образы способны восстанавливать размытую болезнью структуру полевой формы жизни, а следовательно восстанавливать и физическую ткань с ее функциями. Четвертое. Слово. Сам Сытин ссылается на учение Ивана Палова о речи как второй сигнальной системе и ее связи с подсознанием человека, по нашему первичным сознанием, управляющим физиологическими процессами в организме, по нашему полевой формой жизни. А раз такая связь есть, то с помощью слова можно оказывать целенаправленное воздействие на психику и при ее посредстве на эти процессы восстанавливать и усиливать функции внутренних органов, мобилизовать саморегуляцию. Давайте немного углубимся в целительный механизм слов, чтобы глубже исследовать этот вопрос. Что говорит сам Сытин по поводу целительного воздействия того или иного слова? Вот это старый заговор. Я записал его на Смоленщине. Едет святой Георгий на коне. Конь у него карий, а ты кровь не кань. Что значит не кань? Не знаю точно. Возможно есть общий корень со словом конючий. Но замеры биопотенциалов показывают, что кровоостанавливающее действие оказывает именно оно. Из книги Георгия Сытина «Животворяющая сила» издательства «Энергоатомиздать» 1990 год. Ключевые слова до своих настроев Григорий Сытин стал подбирать с помощью приборов, которые показывали всплеском биопотенциала в реакцию организма на то или иное слово. А что собственно представляет собой слово? Во-первых, это определенные звуки, чередующиеся в определенные последовательности. А из чего состоит звук? Звук состоит из вибраций, которые состоят из энергии. Из предыдущего мы знаем, что слова это оформленная вибрационную энергию и выведенная наружу из организма мысль. Таким образом, воздействие слова на организм человека начинается с мыслительного уровня, которое... Первое. Оказывает волевое воздействие. Ведь сначала надо подумать, что произнести и как произнести. Следовательно, происходит усиленная выработка психической энергии. Второе. Психическая энергия раскручивает соответствующие чакры, которые вырабатывают соответствующие энергии, образующие мысли. Третье. Эти энергии частично преобразуются нервной системой в электрические импульсы, то есть биопотенциалы, которые фиксируются приборами, а частично в виде оформленного сгустка энергии излучаются наружу. Четвертая. Часть энергии в виде электрических импульсов подается на голосовые связки, где она преобразуется в энергию звуковых вибраций. Пятое. Энергия звуковых вибраций проходит по клеткам организма, вызывает в них соответствующие изменения. Со смысловой частью ключевых слов все ясно, но как воздействуют такие слова, как, например, «кань». Ведь даже смысл его нам не ясен. В чем заключается механизм его действия на остановку крови? На этот вопрос дает ответ древнее учение, изложенное в Упанишанах, а подтверждает квантовая физика. Оказывается, в квантовой вселенной возникают первичные звуки. Вначале все это было лишь сознанием. Оно оглянулось вокруг себя и произнесло аум, я есен, которое выводит квантовое поле из равновесия. Первичные звуки, соединяясь между собой в различные комбинации, со временем образуют энергию, материю и бесконечное разнообразие вещей. Первичные звуки не случайны, из них состоит вся проявленная вселенная. Если с этих позиций рассматривать человеческое тело, то в его основе лежат первичные звуки, которые изначально соединяют его воедино. Если человек заболеет или поранится, то это означает, что какие-то звуки исказились или вообще пропали. Например, молекула ДНК, несущая наследственный код, представляет собой связанные воедино обычные атомы углерода, водорода и кислорода. Но связывают их воедино тончайшие и необычайно прочные вибрации, образованные первичными звуками. Когда возникает нарушение последовательности чередований указанных атомов в цепочке ДНК, нарушается правильное образование белков, извращается построение ткани и т.д. В этом случае специально подобранный первичный звук, произносимый человеком, распространяется по тканям, клеткам, внутриклеточным структурам, атомам и энергетическим связям между ними, восстанавливая искаженную, отсутствующую или разрушенную связь. В результате этого последовательность цепочки ДНК восстанавливается, восстанавливается правильное образование белков, нормализуется рост ткани и болезнь исчезает. Вот это другой механизм воздействия звуков, например, кань на остановку крови. Как видите, ни первый, ни второй механизмы не связаны со второй сигнальной системой, зато действуют безукоризненно. Произносить первичные звуки типа кань лучше всего внутренне, с особой интонацией, как голос разума. Только тогда они оказывают целительное воздействие в полной мере. Я надеюсь, вы поняли, что квантовый язык смысла не понимает. Он понимает точность первоначальных вибраций, которые возникают аж на мыслительном уровне. Вы его делаете сами. А теперь главное, что рекомендую Цитнин для успешного освоения настроек. Специфика структуры и смысловое содержание отдельных формул настроек обеспечивают их высокую эффективность, поэтому они не подлежат редактированию. Настрои метода СОЭВУС основаны на смысловых элементах, впервые созданных и поэтому до сих пор неизвестных. Так считает сам Цитнин. Но на самом деле Цитнин заново открыл древнейшую науку восстановления связи общего сознания организма, то есть первичного сознания, сознанием органа, ткани и тому подобного. Ведь что происходит на самом деле? Сознание того или иного органа, зашлаковавшись эмоциональными, мыслительными и клеточными шлаками, перестает нормально работать. А это означает, что и структура такого органа, его функция теперь совершенно иные, больные. И Цитнин своими настроями побуждает, заставляет, уговаривает и помогает тому или иному сознанию органа, а то и всего организма, улучшить свою работу, подчиниться первичному сознанию организма и работать с ним в гармонии. Вот так был возрожден древний раздел оккультной медицины, стимуляция сознания органа со стороны всего организма. Если у вас плохая наследственность, Цитнин рекомендует использовать следующий настрой. В меня вливается новая, вновь родившаяся жизнь. Новорожденная жизнь рождает во мне новую, здоровую, долголетнюю, долголетнюю наследственность. Новорожденная жизнь рождает во мне здоровую, молодую жизнь. И в 50, и в 100 лет мне по наследству передана здоровая, веселая, молодая жизнь. И сейчас, и через 30 лет, и через 50 лет, и через 30, и через 50 лет я буду молодой, веселый, несокрушимо здоровый. Как видите, этот настрой уговаривает первичное создание восстановиться до нормального и сверхнормального уровня. Представлением больного о разрушении какой-либо ткани, например, легочной, под влиянием болезненного процессора, В методе СОЭВУС противопоставляется настрой на развитие данной ткани. Бурно-бурно развивающаяся новорожденная жизнь вливается в мои легкие. В каждую клеточку легочной ткани вливается бурно-бурно развивающаяся новорожденная жизнь. Колоссальная энергия развития новорожденной жизни вливается в каждую клеточку легочной ткани. Бурное-бурное развитие новорожденной жизни вливается в каждую клеточку легочной ткани. Рождается легочная ткань новорожденно-бурно развивающаяся, новорожденно-цельно-новорожденно-цельно-новорожденно-цельно-свежая. Рождается легочная ткань колоссальной жизненной энергии, колоссальной жизненной силы. Мои легкие весело, радостно оживают, здоровеют. А сердце стремительным потоком гонит кровь сквозь легочную ткань. Кровь стремительным потоком промывает, промывает легочную ткань. Вся легочная ткань рождается новорожденно чисто, новорожденно чисто, новорожденно здорово, первозданно здорово. В каждой клеточке легочной ткани кровь несет в избытке прекрасно полноценное питание. Вся легочная ткань живет полнокровной, радостной, здоровой жизнью. Новорожденная жизнь рождает легкие, энергично сильные, несокрушимо здоровые. Рождается несокрушимо сильно, несокрушимо сильно богатырская, здоровая молодая грудь. Дыхание легкое, свободное, беззвучное, неслышное, свободное дыхание. А все внутренние органы, все системы организма работают с огромной, с колоссальной мощностью для полного оздоровления легких, для рождения новорожденно цельной легочной ткани. Головной и спинной мозг все более энергично, все более энергично активируют, активируют, рождает новорожденно цельной легочной ткани. Трохеи в бронхах здоровеют крепнуть нервы. Весь организм мобилизует все свои резервы для рождения новорожденных, здоровых, новорожденно здоровых, новорожденно цельных легких. Мои легкие рождают новорожденно цельные, новорожденно свежие, первозданно здоровые новорожденно здоровые. Этот настрой устанавливает диалог первичного сознания с сознанием легких. Вы уговариваете сознание легких полноценно функционировать, восстанавливать свои функции, а следовательно и ткань легких. Вы помогаете ему, говоря, все внутренние органы, все системы организма работают с огромной, колоссальной мощностью для полного восстановления легких, для рождения новорожденно цельной легочной ткани и далее. Весь организм мобилизует все свои резервы для рождения здоровых, новорожденных легких. Из этого и предыдущего настроя высвечивается еще одна важная деталь. Словесно-смысловая основа направлена на то, чтобы помочь человеку как можно ярче представить процесс исцеления. А для этого необходимо подбирать и соответствующие слова. Новорожденная, юная, первозданно здоровая, бурная, энергичная, сильная, активная, мощная, огромная, веселая, радостная и т.д. Главное, каждому человеку подобрать для себя такие слова, которые бы задевали его за живое и помогали ярко представить оздоровительный процесс. Естественно, весь настрой должен действовать несколько минут, чтобы успел развернуться целительный процесс, желательно минут 10-30. Не стоит забывать и обеаритмологии. Восстанавливая, к примеру, ту же легочную ткань во время ее максимальной активности. Вообще, вы можете, работая по сезонам года, укреплять весь организм. Весной печень, летом сердце и тонкий кишечник, осенью легкий толстый кишечник, зимой почки, а в периоды межсезонья желудок и поджелудочную железу. Что теперь я вам посоветую при составлении диалога с тем или иным видом сознания органов? Всегда необходимо начинать с обращения к космическому сознанию, ибо его потенциал намного выше вашего. Вы ведь маленькая составная частица этого целая. И ваша просьба, искренняя, идущая от сердца, будет им услышана. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащемуся отворят». Евангелие от Матфея, глава 7. «После обращения к космическому сознанию, Отцу Небесному, переходит на собственное первичное сознание, простимулируйте его волевым допингом, и уже после этого переходите к стимуляции сознания ослабленного органа». И теперь главное прочувствовать, пережить ярко и полно, как сила, энергия, жизнь переходят из полевого вида в физические. То есть вы ощущаете вливание нечто, поднимается настроение, чувствуете теплоту и кровоток в органе, к которому вы обращаетесь. Далее поддержите эти чувства, ощущения еще некоторое время с тем, чтобы был выраженный оздоровительный эффект. Ниже следующий настрой обращения, составленный мною, поможет вам при работе с сознанием того или иного органа с целью восстановления внутренней структуры органа и его функций. Либо вы можете воспользоваться настроями Георгия Сытина из его книги «Животворяющая сила» на оздоровление и укрепление печени. Лучше всего применять весной, во вторую фазу лунного месяца с 23 до 3 часов ночи. Другими словами, наступает Новый год по восточному календарю. Он совпадает с началом лунного месяца. Проходит неделя и вы всю вторую неделю читаете ниже следующий настрой 30-45 минут в указанное время. В остальные недели лунного месяца можно читать настрой 10-15 минут в любое удобное для вас время. В 1995 году наиболее благоприятная неделя для этого с 7 по 15 февраля. 1. Великое и любящее, начало всего доброго, я обращаюсь к тебе. Дай мне силу, мощь, знание, укрепить себя во славу тебе. Да будет так. Моя душа наполняется великой силой матери жизни. Животворящий поток матери жизни мощно раскручивает энергетические центры, которые, искряясь и переливаясь всеми цветами животворящего радужного сияния, заполняют мою ауру, моё тело, каждую клеточку организма, вечно торжествующей славой жизни. Моя полевая форма жизни, как пасхальное яичко чистейшего горного хрусталя, излучает лучи силы, молодости, новорожденности, радужное сияние животворящего света, пульсируя изнутри наружу, очищает меня, укрепляет меня, усиливает меня. Я здоров, я молод, я силен, я вечно юн и крепок. Моё тело, пронизанное лучами божественно-целительного радужного цвета, искрится от силы и алмазной крепости. Каждая клеточка тела поет гимн силы, счастья, красоты и новорожденного здоровья. Великолепие, восторг и божественная любовь переполняют моё тело. Вершится чудо жизни, мои клетки делятся, и я живу. Мир, счастье, любовь всем силам космического сознания, проявленных волей Верховного Владыки во мне. Второе. Сознание печени. Я обращаюсь к тебе своим помыслом, энергией и волей. Я раскручиваю твой энергетический центр в беспредельной силой любви и созиданиях. Океанические потоки, животворяющие силы тепла, целительного желтого цвета, вливаются в твою форму, форму капли. Животворяющий свет солнца целителя сжигает болезни и хвори. Печень. Твоя бархатистая ткань. Каждая твоя клеточка наливаются целительным светом. Печень. Ядрышки твоих клеток излучают свет жизни силы радости и восторга. Они делятся, делятся, делятся. Твои клеточки постоянно обновляются. Они новорожденно юные, сильные, свежие, красивые. Печень, пронизывающая тебя нервы, серебристые нити, несущие силу жизни. Сила юной жизни растекается по серебристым ниточкам нервам, сжигает все шлаки и отходы. Сила серебристо возрождающей энергии бодрит и веселит каждую твою клеточку. Печень. Ты дышишь и живешь. В тебе бьет ключ вечно юной, жизнесозидающей силы, прекрасного, серебристо-чистого света. Печень. Ты легка и радостна. Ты вечно юна и прекрасна. Клеточки печени. Вас омывает найчистейшая алая кровь. Алая кровь питает каждую клеточку печени божественной пищи. Вовремя удаляет ненужное. Клеточки печени. Мы любим вас. Мы даем вам все только лучшее, свежее, полезное. Клеточки печени. Вы прекрасны, работоспособны и вечно юны. Клеточки печени. Ваша работоспособность беспредельна. Ваше здоровье и сила огромны. Вы вечно юны. Печень. Ты легко и весело справляешься с жизнеобеспечением организма. Ты делаешь тело юным и здоровым. Печень. Ты очищаешь божественную жидкость нашего тела. Кровь. Делаешь ее новорожденной юной. Печень. Ты наша царица старшая. Мы любим тебя и благодарны за великолепный труд. Печень. Ты всегда остаешься сильным, выносливым, красивым, вечно и юным органам. Печень. Твоя желчь. Янтарная оживительная жидкость. Желчь легко и свободно струится по протокам, промывая и очищая тебя печень. Желчь собирается в прекрасном сосуде. Желчном пузыре. Желчь янтарная. Текучая жидкость. Теплая и ароматная. Легко расщепляющая питательные вещества. Желчь. Ты даешь прекрасный золотистый цвет кожи. А глазам блеск и способность великолепно различать предметы. Солнечная. Золотистая янтарная желчь. Ты даешь способность уму постигать тайны мира. Оттачиваешь ум, как лезвие бритвы. Желчь. Ты волшебная животворяющая жидкость, дающая нам тепло, свет, астроту ума. Печень. Ты божественна. Мы любим Тебя вечно юную, новорожденно прекрасную, сильную. Истинно, печень, Ты наша царица старшая. Третье. Великое и любящее. Я благодарю Тебя за вечную жизнь, дарованную мне Тобой. Я благодарю Тебя за возможность пожить в физическом теле. Я благодарю Тебя за здоровье и саму жизнь, которым Ты проявляешь себя во мне. Я благодарю Тебя за любовь, счастье, знание, жизнь. При необходимости повторите текст только раз, чтобы было 10-15, а то и 30-45 минут, чтобы это все заработало. Вот вам пример работы с сознанием печени. Для работы с сознанием сердца и любого другого органа, вы первую часть вступления в вращение и третью часть заключения оставляете таким, как в обращении к печени, а только меняете вторую часть, где идет специфическое обращение к сознанию органов. Начитайте тексты настрою или обращение на магнитофон с выражением, утвердительной интонацией и регулярно прослушивайте, либо просто читайте с хорошим образным представлением. Для усиления терапевтического имущего воздействия настрою и обращения, вы можете одновременно с прослушиванием цветными карандашами рисовать тот орган, к которому обращаетесь. Причем все делаете по тексту обращения. Вначале рисуете печень целиком, потом пронизываете ее нервами, кровеносными сосудами, желчными протоками, отдельно рисуете клетки и процессы, происходящие в клетках и так далее. Пример. Расскажу одну историю. Лет 5 назад у меня на среднем пальце правой руки, на первой фаланге, примерно там, где мы держим ручку, появилась небольшая пульсирующая петелька из капилляра. Не зная почему, я ее срезала. Ранка стала кровить. Чем дальше, тем больше. Потом появилась не то, что в боль, а какая-то болезненная тяжесть в руке. Края ранки стали расползаться. При малейшем усилии текла кровь. Обратилась к хирургу. Он меня отправил к онкологу. Онколог поставил диагноз. Меланома под вопросом и направил на операцию. Описывать свое состояние не буду. Думаю, что понятно. Скажу, что солнце погасло у меня в глазах. Стало ясно, что вступаю в новую фазу жизни. На мое счастье, все случилось накануне 8 марта и предстояло 4 дня праздника. Зав хирургическим отделением сказал, что оттяпать палец мы можем после праздника. Отделение переполнено и нужно прийти после праздника. 8 марта, отправив мужа с сыном поздравлять бабушку, я сама села на кухню около окна. На подоконнике круглый год цветут фиалки. Я их очень люблю. Развязала ранку. Смотрю на ранку. Стало как-то спокойно на душе. И я стала представлять, что ведь очень просто, если ранка зарастет. И как это будет хорошо. Я так ярко представила, как должно произойти. Потом перевязала палец. Пошла, легла и очень крепко уснула. Очень спокойно и уверена, что так должно произойти. На протяжении 4 дней праздника я не мочила руку, ничего не делая. И как-то спокойно прошли все дни. Домашние меня щадили. Накануне операции, вечером, я обнаружила, что повязка грязная. За эти дни не делала перевязок. А самое главное, что бин сухой. Развязала. Смотрю, а ранка затянулась и образовалась корочка. Не веря своим глазам, сменила повязку и легла спать. На следующий день в кабинете врача говорю, что, видимо, операция не нужна. Так как с перепугу ранка затянулась. Доктор посмотрел, убрал коросту, снял с учета. Комментарий. Яркий мысли и образ. Сделал свое дело. Всего за один сеанс. Заранее заданная программа исцеления с помощью сна была введена в полевую форму жизни. И далее в первичное осознание. Сделав там необходимую коррекцию. Вы можете рассосать любую опухоль. Излечиться от любой болезни. Если будете сознательно визуализировать процесс исцеления. Поэтому в тяжелых и запущенных случаях постоянно занимайтесь этим и днем, и ночью. В противном случае вам оттяпают все, что болит. И сделают инвалидом на всю жизнь. А оставшаяся у вас причина даст новые ростки в других местах. Их опять будут тяпать то в одном, то в другом месте до тех пор, пока тяпать больше будет нечего и некого. Проявление волевых усилий в виде физического напряжения. Если человек регулярно проявляет сознательные волевые усилия, то этим он сильно укрепляет свою полевую форму жизни. Существует много вариантов проявления волевых усилий, но в конечном итоге большинство из них проявляется в виде тех или иных физических актов типа напряжения мышц. Эта особенность была давно подмечена в древнем Китае, где была разработана целая система подготовки и совершенственное сознание тела на основе произвольных мышечных напряжений. Отдельные люди и у нас добивались значительных результатов в этом виде подготовки. Например, Александр Зас благодаря оригинальной методике тренировки волевого напряжения мышц добился потречающих силовых результатов. При этом он имел обыкновенное телосложение. Итак, обратимся к первоисточникам укрепления полевой формы жизни, к древней даосской системе тайны, основе преобразования мышц и костей, тонкое искусство продления жизни. В предисловии Сюна Ю-Ё было 17 лет, когда его обозвали слабаком. Он разозлился, но словом вымолвить в ответ не смел. Ему посоветовало не злиться, а заняться преобразованием мышц. Он прозанимался 5 лет и тогда смог поднять груз весом 300 кг и по площадке диаметром 3 метра носил 20 кругов и убедился, что есть сила в пояснице. Потом поднимал груз на трех пальцах, определяя их силу. Сейчас Ю-Ю 75 лет, кожа и мышцы как у ребенка гладкие. Кости не выступают, люди не верят в его года. Когда Юй руководил спортивным обществом тонких боевых искусств, среди занимающихся были такие, которым не могли помочь. Они были с постоянно холодной головой, плохим пищеварением, желудочные и легочные больные. Всего за два месяца, дойдя до четвертого упражнения первой ступени, у одного за другим состояние начало улучшаться. Со временем те, кто не прекратил занятия, излечили все болезни. Такова эффективность работы по преобразованию мышц. О составе трактата о преобразовании мышц. Первая ступень включает 8 упражнений. Пятое и восьмое предусматривают некоторые движения. В остальных движения отсутствуют. Вторая ступень включает 4 упражнения, из них первое, третье без движений, а движение четвертом будет сказано особо. Третье ступень, два упражнения первое без движений, а движение во второе будет сказано особо. На что обращать внимание на тренировки. Первое, каждое упражнение начинают выполнять за 9 дыхательных циклов. Один цикл вдох и выдох и доводят до 81 дыхательных. Дыхание должно быть медленным и долгим. Нельзя допускать резкого и быстрого дыхания. Начиная с 9 дыхания, тренируются до чистого выполнения без насилия. Затем добавляют еще 9 дыханий. Продвигаются постепенно без насилия. Каждый раз, закончив упражнение, необходимо немного отдохнуть. Только затем переходить к следующему. И отрабатывая растянутое дыхание, ни в коем случае не допустимо привлекать усилие. Если чувствуешь усталость, то необходимо отрегулировать дыхание и только потом продолжать. Второе, начинающие должны начинать с первого упражнения первой ступени, с 9 дыханий и довести до 81 дыхания. Только почувствовав, что нет насилия, можно переходить ко второму упражнению. Но если вам это покажется слишком однообразным, можно последовательно пройти с первого по восьмое. В этом случае выполнять каждое упражнение только по 9 дыханий. Дозировку увеличивать постепенно, доводя каждое упражнение до 81 дыхания. Увеличение должно быть постепенным. Пресекаются все попытки резкого и быстрого дыхания. Третье, дышать необходимо сомкнутыми зубами. Кончик языка поднять к нёбу. Рот чуть приоткрыт. Сомкнутые зубы не позволяют потерять старые зубы. Приоткрытый рот способствует естественному дыханию. Касание кончика языка нёба усиливает слюноотделение. Четвертое, изучая данную методику, занимаются утром, полдень, вечером, по крайней мере один раз в день. Во время тренировки сознание делает единым. Плечи опускает, грудь не выпячивает. Закончив упражнение, следует сделать несколько шагов, немного отдохнуть. Если вы слишком переутомились, тренироваться не следует. Тренировка должна идти естественно, без насилия. Пятое, выполняя движения, сжимая кулаки, надавливая ладонью, подпирание вверх, толкание вперёд или упирание ладонью вправо и влево, на каждый вдох и выдох необходимо добавить одно напряжение. Например, после сжатия кулаков сделать вдох и выдох. Ещё немного усилить сжимающие усилия в кулаках, вдох и выдох. И ещё усилить сжимающие усилия в кулаках вплоть до 9х9 дыхания и только тогда расслабляет кулаки. Другими словами, усилие напряжения должно постепенно возрастать от одного дыхания к другому, достигая максимума на последних дыхательных циклах. Толчок вперёд, подпор вверх, упор ладонью в левое и вправо выполняются аналогично. Шестое. Выполнение упражнений первой ступени не требует увеличения напряжения. Необходима лишь естественность и продолжительность. Длительность тренировки самопроизвольно увеличивает вашу силу и укрепляет полевую форму жизни. Во второй ступени упражнение с первого по четвёртого является способом складывания костей. Всё тело укорачивается на 5 цуни. При интенсивной тренировке этим способом может овладеть целеустремлённый ученик. Рисунки 14 упражнений по трактату о преобразовании мышц. Можете посмотреть. Выполняя дыхание в упражнениях необходимо мысленно следить, чтобы вдыхаемая энергия ци опускалась, погружалась в область чуть выше пупка. Седьмое. Первое упражнение третьей ступени метод проглатывания им. Только целеустремлённые ученики после нескольких лет тренировок могут добиться в этом успеха. Второе упражнение предназначено для тренировки силы пальцев рук и поясницы. Выполнение этого упражнения в течение длительного времени приводит к продлению жизни, преобразованию слабости в мощь. Восьмое. Здесь собрано 14 упражнений. Каждый обладает своими особенностями. Во время практики их вы почувствуете, на что они направлены и постепенно постигнете их истинную суть. Методики тренировки по трактату о преобразовании мышц. Первая ступень. Упражнение первое. Ноги поставить устойчиво на ширине плеч. Глаза смотрят горизонтально. Зубы в полном прикусе. Рот слегка приоткрыт. Кончик языка касается нёба. Завершив каждый цикл дыхания, кулаки чуть сжимаются. Удерживают усилие и после следующего цикла дыхания ещё чуть сжимаются. И так поступают до тех пор, пока не достигнут 81 дыхания. После чего кулаки расслабляются. На первой ступени от вас не требуется чрезмерных напряжений. Всё делается в полсилы. После подобной тренировки в течение нескольких месяцев сила кистей естественно возрастёт. Внимание. Плечи должны быть опущены. Грудь не выпячивать. Мысленно на вдохе проводить энергию в область пупка. Вначале сделайте 9 дыханий. Расслабьте кисти. Затем постепенно увеличьте число дыхания. При этом не на силуя себя добивайтесь естественности. Упражнение 2. Положение тела как упражнение 1. Но ладони отставлены влево и вправо. После каждого дыхательного цикла создавать ладонями надавливающие усилия вниз. При этом происходит не столько надавливание вниз, сколько натягивание на себя пальцы в рук. По мере надавливания ладони опускается, не расслабляясь. Это упражнение увеличивает силу рук. Внимание. Плечи опустить. Грудь вобрать. Энергию мысленно погружать в область пупка. Во время надавливания вниз пальцы отгибать наружу. Упражнение 3. Ладони толкают вперед с выдохом и вдохами. Исходное положение как упражнение 1. Ладони толкают вперед. Большие указательные пальцы образуют треугольник. Каждый раз, завершив вдох и выдох, ладони подталкиваются вперед. Это просто создается впечатление подталкивания вперед. На самом деле руки на месте, лишь напряжение возрастает. При этом пальцы оттягиваются внутрь по мере отталкивания. Ладони продвигаются дальше вперед и только выполнил 9 на 9, то есть 81 дыхание, расслабляется. Упражнение увеличивает силу кисти и пальцев рук. Внимание. Руки и запястья немного согнуты. Энергию погружать в пупочный центр. Пальцы оттягивают внутрь на себя. Упражнение четвертое. Левая и правая ладони подпирают с выдохами и вдохами. Исходное положение прежнее. Руки вытянуты влево и вправо горизонтально ладонями вверх. Представьте, что на ладонях находятся тяжелые предметы. Завершив каждый цикл дыхания, мысленно подпирают ладонями вверх. Только мысленно. Увеличивают напряжение. Ладони при этом неподвижны. Итак, 81 дыхание. Это укрепляет руки. Внимание. Плечи погрузить. Грудь подобрать. Энергию опускать в область пупка. Кисти вытягивать горизонтально и держать неподвижно. Упражнение 5. Разведение и сведение ладоней с выдохами и вдохами. Положение тела прежнее. Ладони плотно смыкаются на уровне груди. Большие пальцы приклеиваются. То есть, неподвижно прижаты к телу. На вдохе ладони расходятся. На выдохе снова смыкаются. Тренируют до 81 дыхания. В этом упражнении легкие. То расправляются, то сжимаются. Это помогает в случае туберкулеза. Туберкулеза. Внимание! Плечи погрузить. Грудь подобрать. Энергию забирать в область пупка. Когда ладони расходятся и исходятся, пальцы отгибать. Большой палец приклеен. То есть, прикасается к телу. Локти вверх не поднимать. Смотрите рисунок 5.1-5.2. Сдвигают ладони на уровне груди. Руки в так дыханию разводят, сводят и заканчивают упражнение в положении, показанном на рисунке 5А. Упражнение 6. Упор ладонями влево и вправо с выдохами и вдохами. Положение тела прежнее. Ладони разведены влево и вправо в позе упирания. Центры ладони направлены наружу. Пальцы направлены вверх. Кончики пальцев оттянуты к голове. При каждом дыхании ладони как бы упираются наружу. Количество дыханий прежнее 9 на 9 81. Чем сильнее упор, тем дальше расходятся ладони. Расслабление только после окончания всего дыхательного цикла. Это упражнение увеличивает силу предплечья и плеча. Внимание! Плечи погрузить, грудь подобрать, энергию погружать в область пупка, кончики пальцев оттягивать к голове. Упражнение 7. Упор ладонями вверх с выдохами и вдохами. Положение ног прежнее. Кисти, вывернув ладони, упираются вверх. Центры ладони обращены к небу. Большие указательные пальцы рук располагаются друг против друга. Образуют треугольник, обращенный к небу. На вдохе зубы плотно сжимать. На выдохе рот раскрывать. Кисти упираются высоко вверх. Чем сильнее напряжение, тем выше. Пока не завершится 81 дыхание. Это упражнение избавляет от неприятного запаха изо рта. Внимание! Энергию погружать в область пупка. Голову откинуть назад. Глаза смотрят в тыльную сторону ладони. Грудь и живот не выпячивать. Пальцы оттягивать вниз. Упражнение 8. Свешивание кистей с выдохами и вдохами. Положение тела прежнее. Туловище нагибает до прямого угла. Кисти постепенно свешиваются вниз. Когда туловище наклоняется вниз, выдох, поднимается вверх, вдох. Кисти по мере наклона туловища опускаются все ниже. Если дыхание слишком быстрое, то поднявшись в вертикальное положение, можно сделать вдох и выдох, после чего снова наклонить туловище вниз. Если усталость не чувствуется, можно повторить до 81 дыхательного цикла. Внимание! Погрузить плечи, подобрать грудь. Энергию погружать в область пупка. Когда кисти свешиваются вниз, плечи немного перемещаются расслабленно. Кисти должны быть расслаблены. Никаких напряжений. Это упражнение эффективно в случае избытка жира в области живота. Оно способствует его уменьшению, а также уменьшает талию. Если жира слишком много, то для быстрого успеха упражнение необходимо выполнять от 3 до 5 раз в день по 81 дыханию. Эффект скажется уже через месяц. Вторая ступень. Упражнение 9. Лукообразный шаг. Подтягивание корпуса вправо с выдохами и вдохами. Рисунок 9а. Правую ногу отставить вправо на шаг, образуя правый лукообразный шаг. Этот шаг, то есть стойка, образуется так. Поставив ступни параллельно на ширине плеч, правую ступню выдвинуть вперед на шаг параллельно самой себе, а левую развернуть влево на 45 градусов. Корпусом тянутся вперед вправо, затем правую ладонь помещают за спину, а левую руку согнув дугой помещают перед грудью центром ладони наружу. Глаза смотрят на левую пятку. В этом упражнении, встав в стойку, плотно соединяют зубы, лишь затем выполняют от 1 до 81 дыхания. Внимание! Данное упражнение представляет собой правое сложение кости, но при выполнении не в молодом возрасте успеха добиться трудно. Во время вдохов и выдохов тело совершенно неподвижно. Аналогично выполняет изгиб влево с левым лукообразным шагом. Упражнение 10. Сжимать кулаки и обращать лицо вверх с выдохами и вдохами. Ноги, как и в предыдущем упражнении, то есть в правом лукообразном шаге, туловище держать ровно. Правую руку согнуть в локти и, сжав кулак, поместить его над головой. Голову откинуть назад. Глаза смотрят на центр правой ладони. Левую руку сжать в кулак и свесить вниз. Центр ладони обращен назад. Рисунок 10А. Прикус зубов плотный. Продолжать выдохи и вдохи 81 раз. Лишь потом расслабиться. Упражнение полезно при толстой шее. Внимание! Во время вдохов и выдохов все тело неподвижно. Правая рука слегка согнута в запястье внутрь. Голова откинута назад. Шея напряженно вытянута. Аналогично выполняют в левую сторону. Упражнение 11. Упирание одной ладонью вверх. Свешивание другой вниз с выдохами и вдохами. Положение ног, как в предыдущем упражнении. Правый лукообразный шаг. Корпус вытянут ровно. Правая ладонь упирается вверх. Центр ладони обращен к небу. Пальцы отогнуты вниз к голове. Левую ладонь свешивают вниз. Пальцы направлены к земле. Центр ладони направлен к бедру. Глаза смотрят горизонтально. Прикус зубов плотный. Выполняют 81 дыхание. Затем расслабляются. Это упражнение оказывает взаимосвязанное действие с упражнением 9 первой ступени. Внимание! При выполнении дыхания все тело неподвижно. После завершения каждого вдоха-выдоха нужно упирать вверх правую ладонь, а левую тянуть вниз. Смысл в растягивающем действии на кости. Аналогично выполняют в левую сторону. Рисунки. 14 упражнений по трактату о преобразовании мышц. Можете посмотреть. Первая ступень. Вторая ступень. Третья ступень. Упражнение 12. Поднимание и опускание в приседе с выдохами и вдохами. Носки ступней приклеить к земле на расстоянии 40 см. Друг от друга. Руки поставить на пояс. Туловище медленно опустить в приседе. При приседании пятки отрываются от земли. Центр тяжести сохраняется только носками ног. Глаза смотрят горизонтально. Прикус зубов плотный. Приседать до горизонтального положения бедер. Подниматься и приседать до 81 дыхания. Длительная тренировка делает шаг устойчивым. Почки крепкими. В старости не будет слабости в ногах. Внимание! Во всем комплексе преобразования мышц. Только упражнения 5, 12 и 14 содержат движения. В данном упражнении приседая выдыхают. Вставая вдыхают. При вставании используют носки ног. При стоянии пятки покоятся на земле. При приседании снова отрываются от земли. Третья ступень. Упражнение 13. Проглатывание инь с выдохами и вдохами. Ступни приклеены к земле. Расстояние между ними несколько больше 30 сантиметров. Руки помещены за спину. Правая кисть сжата в кулак. Левая сжимает правое запястье. Туловище слегка в приседе. Колени немного согнуты. Глаза смотрят горизонтально. Зубы в плотном прикусе. Кончик языка касается неба. Выполняют непрерывно 81 выдох и вдох. Данное упражнение эффективно для молодых при длительной тренировке. В зрелом возрасте потренируешься несколько месяцев. И результат будет неожиданный. В данном упражнении стоя в положении стоя столбом, тягивая с дыханием энергию и опуская ее в область пупка, можно излечить все хронические болезни. Внимание! В положении стоя столбом анус слегка напряжен и поднят. Это способствует лучшему удержанию энергии в организме и концентрации ее в соответствующем энергетическом центре полипилюли по-китайски. Упражнение 14. Отжимания с выдохами и вдохами. Все тело выровнено в упоре, носки, ног и пальцы приклеены к земле. Опускают и поднимают тело с выдохами и вдохами 81 раз. Весь тело в основном держат на кистях. Использовать кисти можно трояком. В первом случае движутся, приклеив к земле ладони. После чистого овладения, во втором варианте, ладони заменяют кулаками. После чистого овладения этим, при выполнении без напряжения, переходят к третьему варианту. Кулаки заменяют пальцами. Пальцы также можно располагать по-разному. Под углом и вертикально. Под углом ногти обращены вверх. В вертикальном ногти перпендикулярны с земле. В данном упражнении труднее всего использовать пальцы. Выполнение подъемов и опусканий туловища начинайте с небольшого числа раз. Постепенно увеличивая количество число раз и качественно становясь на пальцы нагрузки. В этом случае у вас не будет никаких затруднений. В дальнейшем уменьшают количество пальцев, доводя до одного большого пальца. Такова максимальная задача. Здоровые люди, выполняя это упражнение, через несколько месяцев достигают поразительных результатов в отношении силы пальцев рук и поясницы. При выполнении этого упражнения больше года можно гнуть медные монеты. Движения должны быть медленные. Внимание! Данное движение нельзя выполнять страдающим туберкулезом, болезнями сердца и желудка. В комментарии этот древний текст дает лишь намеки на истинные механизмы преобразования в организме от описанных упражнений. На самом деле, когда вы сознательно посылаете волевое усилие в кулаки, что-то толкаете и так далее, у вас возникает мощный энергетический поток в полевой форме жизни, который обслуживает руки и так далее. В результате этого, как от повышенного напора воды прочищаются тонкие энергетические каналы на квантовом уровне, укрепляется первоначальная структура квантового тела и так далее. Именно по этой причине описанный выше комплекс называется «Тайные основы преобразования мышц и костей. Тонкое искусство продления жизни». Заключение. Итак, мы с вами разобрали, как с помощью простых и естественных средств укреплять полевую форму жизни человека. После того, как вы очистите себя на полевом уровне от умственных шлаков, клеточной памяти, можно приступать к укреплению полевой формы жизни. Вот такой подход будет рациональным и верным. Если вы серьезно больны, то уговаривайте свой организм и конкретно ослабленный болезнью орган на возрождение и восстановление, а в дополнение с помощью волевых усилий пропускайте мощные энергетические потоки. Вот тогда ваш организм обязательно поправится от любой болезни, укрепится и заживет новой жизнью. Общее заключение к первой части книги. Как вам описать мое состояние, когда я просил, искал, тарабанил, висел на краю земной жизни, а ведь мне было лишь 40 лет. Я не верил в свой близкий конец земного существования, не хотел верить. Все, что я прошел, исчерпало себя. Нужен был радикальный подход, и Господь надоумил показать мне его. Мне открыли, я достучался, доискался, да тарабанился. В этой части описаны главные причины, почему естественное оздоровление буксует в одних случаях и помогает баснословно в других. Оказывается, мы состоим из физического тела и полевой формы жизни. Если нет сильных искажений и множества шлаков в полевой форме жизни, то нам легко помогает все то, что изложено в трех первых книгах целительной силы. Но если вы нахватались по своей неопытности, наивности, империла, зажались эмоционально, не один раз побывали в бессознательности, физическое тело, которое должно за год обновиться и, по идее, восстановить все свои функции, будет по-прежнему работать так, как диктует ей искаженная программа в полевой форме жизни. Может пройти в муках физического очищения, регулярных тренировок, строжайшего питания и год, и два, и десять, а болезнь лишь будет прогрессировать. Окружающие будут не понимать вас, рассказывать вам примеры, мол, тот и пил, и курил, и ел все подряд, а прожил сто лет, а тебе в твои тридцать-сорок лет с очищением, питанием и тому подобного лица нет. Так в чем причина этого? Да в том, что этот человек с минимальными кармическими загрязнениями, эмоционально раскрепощенный, без патологической клеточной памяти. У него полевая форма жизни функционирует на 70-90%, а у вышеописанных оздоравливающихся на 30-40%, а то еще меньше. Так у кого будет больше жизни? Но если бы тот дядя или тетя вдобавок ко всему вели здоровый образ жизни, они прожили бы еще более длительный срок. Итак, в этой части изложено недостающее и главное звено оздоровительного процесса. Каждый из нас может сломить любую болезнь, ведь она питается нашей силой. Она всегда слабее нас. Нужен другой подход и все будет в порядке. Совместив оба метода физического и полевого оздоровления, вы уверенно пойдете к здоровой и счастливой жизни.